Да, непонятно, как к этому отнестись, но некоторая интрига, увлекательная история есть. А статью взялся, нашел и взялся представить Аскар Магеря. Я наткнулся на нее в ленте Марата Гельмана, фигня параллельно, и захватила на меня, я сразу прочитал, не откладывая, что меня захватило двусмысленно. С одной стороны, какая-то есть точность, что-то он напрессовывает, но при этом по всем пунктам с ним не согласен. Но именно он схватывает те вещи, которые меня волнуют, и в каком-то смысле даже общее впечатление от них. А с другой стороны, как он это осмысляет, как он это трактует, это бред какой-то просто. И вот эта двусмысленность является полной, чтобы вообще проникнуть в этот текст и отделить, может быть, какой-то феномен, который интерпретирует автор по-своему, а присутствующий я, может быть, как-то по-другому, увидеть этот феномен через множество разных интерпретаций. То есть вот интерпретация Теймура, автора статьи, какую-то, может быть, постороннюю, мы набросаем на те же самые вещи. И вот на пересечении этих разных видений сформируется представление о каких-то переживаниях наших собственных, которые можно трактовать так или иначе. Значит, чтобы вот этого достичь, нам нужно какой-то метод выработать. Для того, чтобы выработать этот метод, мы, давайте сначала я ее перескажу, вкратце скажу, значит, о том, что это за человек, насколько ему можно доверять. Все-таки мы недалеки же от институциональной культуры, и если человек просто неизвестно откуда, то и доверить ему меньше. Это тоже важно, да? Значит, и потом предварительно перескажет, что он нам позволит сделать. Он позволит, во-первых, вывести структуру, а потом такие смысловые моменты, которые насыщают эту структуру, да, и по ним мы и пройдем. То есть вот это будет предварительная часть. Потом, выявив эти моменты смысловые, я зачитаю выделенные фрагменты, чтобы мы могли их обсуждать. Почему их, мне кажется, имеет смысл засчитывать? Потому что вот именно его точность. Он, если бы вообще это была метафора, а не предполагали, что автор к этому серьезно относится, то в качестве метафора это вообще прекрасное описание некой ситуации, да? Причем слово «ситуация» — это уже соответствует какому-то пониманию вещей, да? Более обтекаемо было бы говорить о феномене, как, ну, о каком-то положении вещей. Ситуация — это то, что уже конкретно говорит о том, что происходит, да, уже что-то мы интерпретируем. А какая-то узнаваемость, да, там, намек, вот это больше соответствует еще неопределенному нечто, да? Вот к этому неопределенному нечто мы и будем двигаться. Значит, сначала мы отсудим ключевые вопросы, как он описывает автор, и поскольку он уже их сделал фактическими, фактичными, мы от факта, конечно, не сможем, как видит его Теймур, мы можем с ним согласиться, не согласиться, но еще за ним мы увидим какое-то нечто общее, да, что может быть по-разному интерпретировано. Потом мы дойдем до тех оснований, на которые он опирается. Откуда исходит его понимание? Понимание, он это выражает четко в конце, в конце, в тексте второй части. Проанализировав это понимание, можно будет вернуться снова к этим ключевым местам и найти в своем опыте другие варианты интерпретации. И вот во множестве интерпретаций возникнет нечто, что он описывает, и что мы с вами можем в этом узнать. Значит, если в краткое содержание, то он начинает с того, что он в своей жизненной ситуации подмечает такой момент, как стыд художника, стыд говорить о внутреннем творческом процессе. И этот стыд проявляется в ситуации, когда у него знакомые начинают ему рассказывать о каких-то, и он уже тут оговаривается, что это могут быть метафизические поиски в процессе разработки проекта художественного. Но когда приходят кураторы и художественные, он замыкается, и тема переходит на какие-то болтовни около художественной жизни. Это его задевает, и он считает, что это очень важный симптом. Поэтому художник не хочет ни проговаривать, ни задумываться о том, как он производит произведение искусства. И этот момент просто закрывает выход для художника к собственной правде. «Правда» — это тоже его термин, и ее в первую очередь можно понимать как уверенность в своей правоте. Правда, правота, но эта уверенность, она должна исходить, по мнению Теймора, из какого-то внутреннего опыта, который не должен пересекаться с производным от культурного пространства, которое уже как-то размечено, и размечаться и вырабатывать собственные проекты относительно уже существующей ситуации — это не есть правда, тут есть зависимость. И эта зависимость идет на руку арт-менеджеру. У него есть тоже своя правда. Эту правду он трактует в метафизическом смысле, в первую очередь. что арт-менеджер — это агент, который обеспечивает стабильность мира. И стабильность он обеспечивает через поддержание статус-фо культурно-социально-экономической реальности. То есть не только арт-менеджер, но и какой-то другой менеджер тоже, но поскольку речь идет в искусстве, речь идет об арт-менеджере. Такое устройство арт-менеджера, поддерживая арт-менеджером, оно обуславливает и невозможность, по его выполнению Теймура, появления иного, проникновения иного на сцену художественную и всяческое его вытеснение. Эту ситуацию поддерживает понимание, основанное на концепции искусства как самоцели. Искусство рассматривается как обращенное на свой контекст и существующее только в различии, или в развитии в данном случае, можно тоже так понимать, этого контекста. Но вот отчуждение, которое вынесено в заглавие этой дискуссии, возникает именно в тот момент, когда художник выбирает следование контексту, как бы это ни понималось, это может быть очень широко пониматься, и радикальные выходки, выпады, противостояния, они, по мнению Теймура, тоже так или иначе включаются и гасятся существование, например, этой системы искусства как самоцели. И художник, поскольку он в него включен, он отчужден от своей правды, и своей правды, которую можно понимать на втором значении, кроме валения, еще и как открытия истины. Об этом чуть ниже он будет говорить. И тут он начинает уже движение к пробуждению через описание другого представления об искусстве, как средства. И средства в данном случае освобождения. и это освобождение происходит из устремленности к собственному творческому акту, к его рефлексии направленной на этот акт. И тогда искусство – это введение художника, самовведение в какие-то творческие процессы, которые могут приводить к встрече с истиной. И дальше он уже в качестве решения такого, которое он предлагает, обращается к концепции джихада, но здесь он его понимает в контексте именно художественных практик, художественного творчества. И джихад делится на великий и малый. «Великий» – это, собственно говоря, есть направленность на творческий акт, его осмысление, его усугубление. В этой направленности на творческий акт художник может дойти до ужасной реальности, и дойти до номинального, непознаваемого, и, встретившись с этим, вынести из этого собственную истину. И, собственно, сам опыт встречи, он уже дает ему основание «вались», а то, что он там встретил, это уже будет та истина, которую он может нести. И, соответственно, когда он приобщится, заручится уверенностью и истиной, тогда он будет свободен и сможет уже, как вариант, делать произведение, проникнутое первым, вторым. Он защищен от арт-системы тем, что он не ведется на тренды или какие-то другие институциональные законы, им не следует. И у него есть содержание, которое, опять же, не зависит от искусства, как контекста. Вот что пишет Теймур. Соответственно, давайте теперь, что это за человек. Он живет в Баку, ему 50 лет. Вот в Википедии пишет, что он кинорежиссер, художник, сценарист, философ. В 80-х годах он учился сначала в Дочном училище, потом в Институте культуры, закончил учиться в 1993-м, но в 2000-м уже защитил диссертацию по философии в Институте философии Азербайджана. В нулевые работал сценаристом и режиссером. Об арт-рынке он тоже, не понаслышке, он работал консультантом проекта «Содействие в формировании рынка современного искусства и развитию арт-бизнеса». Был с редактором журнала по искусству, а в 2009-м году, собственно говоря, признан, получил, наверное, одной из высших наград, заслуг, которые есть в арт-мире. Это он представлял Азербайджан на Венецианской бьеннале. Значит, на следующее время преподает в колледже при академии художеств, продолжает заниматься визуальным искусством. У него есть, значит, опыт и кредо, тоже они описаны в Википедии. Значит, круг его интересов охватывает визуальное искусство, кинорежиссуру, экспериментальное кино, теорию восприятия, перцептологию, эстетику, философию, художественную кинокритику, педагогику, а также нейропсихологию, психотехнологии, антропологические практики. Ни много, ни мало. Начинал как художник-живописец, и первые его именно концепции теоретические, это тотальная картина искусства озарения, основанная на сакральных традициях мастеров древности и средневековья. Написал книгу, посвященную этим изысканиям, обретению пути, и потом начал создавать инсталляции и проводил перформансы. Потом его концепции перешли от тотальной картины искусства озарения, он их сформулировал как нон-актуальную апофатическую стратегию и нон-актуальное искусство. В 2002 году снял полнометражный фильм, работает на стыке кинорежиссуры, полемизирует в своих работах с игровым, неигровым кино, с медиа-артом. Творче стремится интегрировать искусство и науку, теорию и практику, логику и интуицию, рациональный метод и медитацию. Ищет прозрачность границ между видами, формами и жанрами культуры и искусства. Данная стратегия понимается именно как ментальный инструмент самопознания и самосознания. И еще то, что его портрет и штрихи, там же даны несколько его афориймов. Вот три из них. Два типа художников по Теймуру. Художник, не утруждающий себя изучением истории, философия и искусства, становится марионеткой в руках куратора, галериста, другого художника, который изучает это все. Значит, обращение к молодым художникам. Сегодня современным искусством является то, что выглядит как искусство. Исходя из этой простой истины, надо действовать. И два человеческих типа. Мир делится на тех, кто в основном пребывает в режиме интенсивного вибрирующей лени, наслаждаясь качествами интеллектуального и эстетического досуга, и трудоголиков, биороботов, работающих в мире цифры и количества с утра и до ночи, нарабатывающих немыслимые капиталы. Если внимательно присмотреться, вторые работают на первых. Вот такой человек. И фотография там есть, она вызывает доверие, если честно. Доверие? Доверие, да. Возраст вызывает доверие, скорее всего. Не, ну выражение лица. Выражение лица. Выражение лица. Выражение лица. Выражение лица. Значит, теперь отталкиваемся от этого доверия. Давайте вернемся к тексту. Значит, какая структура текста? Это проблематическая статья. Соответственно, есть описание ситуации, есть формулировка проблемы, есть и решение. Значит, ситуация, проблема и решение. Восемь таких смысловых элементов я выделил. Они насыщаются смыслом через восемь этих элементов. Значит, это стыд, правда художника, правда арт-менеджера, искусство как самоцель, отчуждение, искусство как средство, джихад и освобождение. Соответственно, к описанию ситуации относятся правда арт-менеджера, правда художника, к выявлению проблемы относятся стыд и отчуждение, и отчуждение. И к решению проблемы относится концепция джихада, как она здесь преподносится. И освобождение как решение этой проблемы. Эти моменты, на мой взгляд, нужно, мне кажется, посмотреть, как Теймур их описывает, и дальше обсудить как факт. Есть такое видение, но мы его не сможем сначала понять как видение. Мы просто будем либо соглашаться, либо не соглашаться, либо замечать в нем что-то, ну да, соглашаться в общем, соглашаться в частности, противоречить в общем и тоже в каких-то аспектах. Но когда мы дойдем до того, как он решает проблему, тут мы заметим четко, потому что он это артикулирует, то, на чем он основывает свое понимание. Конечно, понимание, пониманием фундированы вся та история, все те выделенные смысловые единицы, как он их описывает, все эти феномены фундированы его пониманием. Но когда они даны как какое-то конкретное описание, в них еще сложно увидеть альтернативу и увидеть те переживания, но заметить те переживания, которые, может быть, есть у нас с вами. Просто они выражаются каким-то другим способом, потому что и основания у нас могут различаться. В этом-то весь интерес. Увидев его основания, мы сможем вернуться к этим феноменам и посмотреть, а как они еще могут интерпретировать. То есть сначала увидеть, что они интерпретированы так, а не иначе, потому что он понимает, исходя из определенного представления, картины мира. Увидев то, как он это понимает, мы отделим, что он понимает и заметим, как мы сами можем это понимать по-другому. Ну вот, предлагаю начать, соответственно. Первое – это «Стыд». Достыде, он пишет так. Меня заинтересовал не столько его портрет сам по себе, это о художнике, с которым он встретился на Бьеннале, да, и который постеснялся говорить о своем творчестве, сколько то, что эта работа проделал самим художником. Говоря о своем проекте, он раскрывал потайные зоны своей творческой кухни. На дискурсивном уровне он пытался реактуализировать свое спиритуальное состояние, в котором находился, осуществляя проект. И то, как он мгновенно переключился на тривиальные темы после прихода арт-менеджеров, показалось мне весьма асимптоматичным. Попытки реактуализации этого специфического и универсального состояния художников бывают довольно часто. Но они носят спонтанный и как бы не обязательно несерьезный характер, что называется между делом. Поэтому им и не придается особого значения. Современные художники жутко стыдятся демонстрировать свой неподдельный интерес к этой наивно-романтической процедуре по реактуализации, особенно в присутствии ушелых кураторов, галеристов и так далее. Вот давайте как-то задаемся вопросом, ну что, действительно не принято говорить или почему не принято говорить о творческом процессе? Ну как бы сталкивались ли вы с таким... Ну это собственная кухня, да, автоматически ты обнажаешься. Почти прощения, Эльмира Альминова, актриса, не философ. Первый раз, но очень раз хорошо знакома с работами. Я с этим уважаемым просто представляюсь. Так как мы непосредственно, актеры, имеем работу с образом, да, сразу, это внутренняя кухня. Здесь то же самое, художник как актер, или художник как художник. На мой взгляд, это обможение. Обможаться всегда не уйдет. Вот здесь мы переходим как раз к стыду, да, то, что там тюрьмы как раз и затронут. Не надо меня снимать. Пожалуйста. Нет, нет, нет. Не удачи просто. Я просто не выдержу. Там не видно. Там, понимаете, не совсем нам долго. Ряд ли, правильно, понимаете. Он не возмущен был. Он просто акцептировал внимание на этом, что людям очень трудно обнажать свою суть, свою внутреннюю кухню. То есть, как он работает с материалом, да. Такой выглядит внутренний процесс. Это довольно очень сложно. А что такое внутренняя суть? Еще раз. Что такое внутренняя суть? Внутренняя суть? Да. Твое мировоззрение. То, чем ты дышишь. Я встал кастология. Почему? Простите. Я говорю так, как я понимаю. Да, давайте договоримся. Да, не будем обидеться. Ну, это у меня слова, которые заняты, а не пустые. Поэтому так я могу осудить. Это же песня вы найдете. Я вам объясняю. Для меня суть – это то, что обозначается у меня. От моего телесного воплощения до моих внутренних переживаний, моего чувствования мира, ситуации, обстоятельств, с тем, что меня соприкасались. А вы уверены, что вы говорите об этом, что это есть на самом деле? Нет, не уверена, абсолютно не уверена. Поэтому это постоянный процесс. То есть это самообман? Конечно, потому что я полностью уверена, что жизнь самообмана. То есть постоянный самообман. Вы согласны? Еще раз, простите. Согласились с вами, Анатолий? Что, согласились? Согласились. Да, это. Да, я согласна, да. Не, ну то я хочу к Теймуру вернуться. Теймуру, простите. А? Теймуру. Теймуру? Теймуру. Теймуру. Теймур, да, Ими. Хорошо, Теймур. А вы с ним знакомы, да, близко? Ну, я общаюсь с ним в интернете, поэтому, может, я тебя очень хорошо знаю. Теймур. Теймур все-таки делает акцент, что художники жутко стыдятся демонстрировать интерес неподдельный к наивно-романтической процедуре. Наивно-романтической. То есть в этом аспекте. Не в том смысле, что им грязное белье неудобно показывать, а в том смысле, что сама процедура признана наивно-романтической и не существующей или ее интерпретацией не существующими, ну, не актуальными сейчас. Понимаете? То есть они не стесняются говорить о своих переживаниях, но они стесняются говорить о своих переживаниях как наивно-романтических. Это тоже процесс. Какая разница? Просто другого качества. Обнажаться никому не хочется. Ну, по-моему, если мы выведем из всего этого, это будет обнажение, да? Я говорю о том, что у меня происходит внутри. Когда к этому пришла. Или там пришел, неважно. А почему обнажаться, так это плохо? Это не плохо, это страшно. Там все это обусловлено. А где слава, повторяю, купали, дебали? Он такой же человек, как все остальные. Дебали, сахар, ну, 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 честно. Нет, ну, тут мы переходим к пределу языка, самого рефлексивного, который позволяет себя ну, как бы конструировать, видеть, анализировать, то есть удерживать. А вот в какой-то определенной ситуации, когда идет поиск творческого языка, у нас нет лингвистического ресурса. И поэтому эта область воспринимается как, ну, инфантильно романтическая. И это выходит из некой самой конфигурации нашей способности рефлексии. Вот когда рефлексия сложная, там вроде уже нет вот этого романтического поиска. А когда рефлексия творческая, горячая, первичная, там не хватает языка. И вроде вот этот разрыв всегда есть, и Тимур пытается съехать вот в сторону вот этой первичной такой рефлексии. Но там сразу начинается мистический язык, язык, который страдает эзотеризмом, инфантилизмом, мистицизмом. И вот это качество языка после нью-эйджа, там, в 80-х, 90-х, оно, в общем-то, репрессировано. И мне кажется, что здесь две проблемы. Одна проблема, вот, охарактеризовать, почему этот язык нью-эйджевый, искренний, инфантильный, репрессирован в культуре. Мне кажется, что это не случайно, потому что этот язык производит довольно травматические феномены в культуре. А мне кажется, что объясняется только, если я смещу такой термин, культурной бедностью. То есть возникло некоторое поколение, которое страдает бедностью, только культурной. И поэтому отцепить за себя, как ты говоришь, языка не веришься, а ты за цереки, все эти там сияния, следящие за лба, это просто сейчас было нормально. Это только некая реставрация того, чего прошлый человек в свое время не рефлексировал, не подверждал сомнения, не критиковал, он для себя открыл, как в первых, как на культуре. А культурная бедность – это что? Это незнание... А вот он говорил, арсивы, незнание арсивы. И поэтому постоянно говорить, ну, не причастлив, арсивы, незнакомысь с ним. И получается, что он попал в махину времени, он находится сто лет назад. Еще в другой работе, мне кажется, это имеет как раз отношение, там он говорит о репрессирующем целом, да, это совершенно, как бы он противопоставляет. Болантропный принцип в какой-то момент он стал бы тесняться антологическим принципом, то есть таким образом человек как бы вывернулся наизнанку, и все это человеческое, слишком человечество, и оказалось вовне его, где-то в виде субстрата. И, соответственно, нет легитимности вот для этого, да, как бы языка, да, наивного, инфантильного, там, логичного, да, все, что связано... То есть все, что... Вот он задает как раз вопрос, да, в другой работе, что как бы антропный принцип – это, конечно, принцип какой-то там медитации, да, но сейчас получается так, что все это в виде некого субстрата, вот вывернуто наизнанку, да, присутствует все в окне нас, в каком-то цифровом, таком вот разлитом виде, и мы можем только как бы самоусовершенствоваться, да, для вот этой из банка данных по принципу прогресса, то есть там банк, там, стволовых клеток, банк, там, еще чего-то, да, вот вопрос для него, мне кажется, также стоит еще в этом как бы возвращении вот этого антропного принципа. Ну да, вообще реставрация, это только не открытие, а реставрация. Ну, мне кажется, вот вы, Сало, забегаете уже по вторую часть, вы там уже знаете, вы интерпретировали, мне кажется, Китай-Мура, если мы будем придерживаться его, ну, я тоже забегу, я не делаю акцент на этом, его эзотеризма, да, его мистицизма, то просто интересно посмотреть, как одни и те же вещи на основании мистицизма интерпретируются вот так, как они здесь интерпретированы, и как их можно интерпретировать по-другому, потому что вот вы предложили просто уже другую интерпретацию, что там нет, он тоже говорит, потому что нет языка, но говорит об этом по-другому. Вот удерживать, удерживать несколько позиций, вот, как в конечном счете. Я хочу сказать, что Павел и Тимур говорят с один и все в языке. Говорят, нет, ну, язык разный, но предмет один. Предмет один. Предмет происходит, я знаю, ты же знаешь, в данном случае предмет стыд. Да, ну, слушай, мы вообще тут все разбили на отдельные шести. А почему же не надо было разбивать? Надо было, а как же анализировать? Ну, не знаю, некрасиво. А вот мы, честно. Нет, это можно анализировать как социо-культурный чиновник. Как, где, как и при каких обстоятельствах можно использовать нарративы, дискуссии, проверить недавности. Это будет любопытно. А что именно в истории недавности? То, что она находится в сердце. А что, это тысячелетие. А вы можете что-нибудь мне, допустим, из любого, из любого, как сказать, аспекта жизни придумать что-то новое? Вы можете мне назвать? Что было, как бы, да, новое, пока открытие какое-то? Ну, что он выбирает, как лаппорт. Прямо новое, что я думаю. Ну, то, что он использует там, да, то, что было сто лет назад. Что якобы он для себя это впервые открыл. То есть, с чем я совершенно не согласна, но это будет дальше, второй части. А что вот нового открыто вообще в этом мире? Допустим, философской точки зрения, пожалуйста, с искусства. Все это относительно классно, механика. Это про науку, мы говорим про искусство. А как бы сейчас просто разноположено? Потому что искусство... Да никто ничего не открыл, но в офисе варится в одном и том же. Что это? А вы не можете сказать, что такое искусство? Там где-то болезнь про науку, но я не понимаю. Подождите, у нас будет еще два варианта искусства, Анатолий. Не торопитесь, еще два понимания искусства. Вы видите, что она пришла случайно, потому что все хорошо. Мне предоставили, кстати, говорить. Я не стала искусство, но это скажет, что новое ругодное искусство, что скоро там, на последнюю ссорь. А давайте не отрываясь от текста, потому что нас интересует не новое в искусстве, а вот этот разрыв между институциональным и внеинституциональным творческим актом, который затруднен в своем описании. У нас две вещи, по крайней мере, интересуют. Во-первых, увидеть сам предмет, насколько это возможно, в разных описаниях его. А во-вторых, посмотреть, что о нем думает конкретный автор. Вот, Оскар, можно еще вернуться? У нас высвечены две стратегии. Одна стратегия арт-менеджмента, да, вот в искусстве. А сейчас мы к этому придем. Мы к этому. И вторая стратегия, или правда. Правда арт-менеджмента и правда художника. К правде художника еще надо пробиться. Чезарь, вот там джихады, которые, видимо, будут как-то озвучены. Но вот правда арт-менеджмента, она продиктована вообще встроенностью в систему капитализма. В основном, не либеральную модель. И, может быть, истоки, и природа стыда, она именно здесь кроется. Что за всем этим искусством маячат вообще какие-то денежные знаки. Что мы должны... Как вариант. Я думаю, что вот, когда он говорит об актуальном искусстве, как несостоятельном, в том смысле, что оно уже встроено, оно апроприировано. И оно всегда апроприировано. То есть, вообще вся вот эта новоевропейская модель мышления, рефлексии, она так получилась, что она апроприирована вот этой современной ситуацией мировой, неолиберальной. Поэтому он как бы пытается, вот в другой статье, ну, здесь тоже этого касается, пытается как бы преодолеть, но совершенно как бы мистическими какими-то вариантами выхода. И в чем проблема? Проблема, вот я говорю о природе стыда, которая несколько иной характер носит. Капиталистическая природа, искусство, которая не проговаривается, которая умалчивается. То есть, мы говорим о творчестве, говорим о чем-то, да, вот какие-то слова нанизываем, но как бы стараемся не говорить о денежных суммах, там, да, вот как-то, ну, не принято у художников, наверное, сразу с этого начинать. Об успешности, о чем успешность обусловлена, как она выглядит вообще, как она просчитывается. Ну, это мотивация, все-таки, это он немножко о другом говорит, это мотивация. Ну, да, ну, это вот, это правда, правда арт-менеджмента. Ну, правда, если говорить, если художник должен говорить о творческом процессе, то он может быть мотивирован успехом, но при этом, когда он что-то пытается найти, он все-таки, наверное, не только об успехе думает, да. Ну, если он актуальный художник, то он непременно встроен в эту систему. Вот я понял, у него это вот важный тезис. Конечно, важный тезис. А, слушайте, Гарш, если искусство простое и нехорошее, хотя по тебе не искусство, как-то нехорошее. Ну, ну, хорошее искусство у него, это некие примеры, которые маргинальные, по сути, там, Бойс он приводит, А если шире, там, Артро, то есть актуальное, нонактуальное, он не говорит актуальное. Хорошее и плохое. Мы по-простому говорим. Это вы как бы нагружаете, вот, хорошее, как-то вообще непонятное. Это концентральная власть, она как близкие близкие. Да, я не знаю, да. Это вот наивно-романтическая, может быть, какая-то попытка интерпретации, хорошее, плохое. Это человек прохожий, да, вот, обуденное сознание, красиво, не нравится. Существует, то есть, что, кроме плохого? Кроме плохого? Ну, он не говорит, что оно плохое, он говорит, что оно актуальное, и оно всегда такое. Нет, это не плохое, по-другому искусству. Ну, ладно. Ну, смотрите, мы только на первом из восьми пунктов, которые нам надо дважды пройти. И, нет, просто мы тематически разделили, вы уже забегаете вперед, в конец. Так что, я могу сказать, что, ну, то, что тут названо, что-то дом, мигащие существуют, и в творческой кухне, как она была названа, не принято говорить особенно вот именно в на языке эзотерическом языке слова интуиция даже уже к бизнесу это немножко не имеет отношения все таки нет стыд еще не в том чтобы что стыдно участвовать в коммерческой деятельности или что искусство это коммерческая деятельность вообще об этом речи не идет стыд именно в том чтобы говорить о тех о мышлении о мышлении о творческом акте ну тоже называть творческим актом об акте создания произведения искусства вот что вот на что он внимание обращает и если привязаться к каким-то какой-то истории то собственно говоря начиная с романтика я понимаю говорить проговаривать актуализировать это рефлексировать творческую деятельность запрещается по той простой причине что это признан процесс интуитивным и не дай бог создать произведение искусства из понятия то есть можно пойти как и так далее но сейчас мы не будем это же в каком смысле это исследование что что вообще мы сейчас говорим а то на одном моменте очень чтобы говорить о нем не принято не вообще творческом акте говорить о нем не принято давайте перейдем к потому что называют правда художник правда художник можно поделить на уверенность на такой источник собственной воли да и на того что эта воля себе представляет истину как он и так ее называет тимур значит уверенность уверенность он так описывает собственная правда художника напрямую сопряжена с возрождением субъективности и принципам символического властвования только тот кто актуализировал свою внутреннюю правду может рассчитывать на обладание реальной властью в художественном и не только мире под властью я понимаю не не административный контроль над интеллектуальными финансовыми потоками а наличие осознания абсолютной исключительности и истинности собственной правды тот кто осознает и упорно акцентирует это через тобой и проходит ось истинной а не административной власти волевое упорствование художника безусловной истинности собственной правды есть высшее этическое действие за пределами добра и зла в этом действии художник сбрасывает себя кожу производной от сосок культурного контекста функции и превращается в навигатор который сам задает алгоритм траектории своего путешествия в культурном пространстве он из реактивного реагирующего на ситуацию становится активные из функции придатка становится самостоятельной единицей вот что такое правда художника смысле валения и тогда тогда авангард приводит пример с оговорками но мы сейчас только об этом феномене хотим поговорить да то есть вообще нет он с оговорками я не уговорил по каком-то аспекте даже этого лучше не касаться если мы детально хотим разобрать значит художник же так и воспринимается да вот такой вопрос он же так и воспринимается как человек который что-то преодолевает в себе и вокруг себя и предлагает какой-то немыслимое и он в этом уверен да и вот как есть такое представление который романтическое представление который ему открывается мне кажется что здесь другое развлечение очевидно что и современный художник тоже что-то открывает из области невозможного но тут есть разные невозможны есть невозможность как-то отодвигание мистического горизонта и есть невозможность как построение нового как это высказывания и в легк blank себя значит можно двигать себя можно горизонт можно двигать социальную реальность можно уточняет тематику проблематику я пока отодвинул потому что мы говорим о вещах в общем-то и моменты у нас есть два невозможно но как бы божественное такое другое историческое будущее мы никогда не знаем форму искусства дальше но мы его историческое будущее все это производим и тогда мы опираемся на что либо на мы должны сакрализировать себя да вот это моя внутренняя правда абсолютная правда и так далее мы приходим к мистической ситуации сакрализации и другая ситуация вот как бы я из себя распахиваю вылезаю некий трансцензиантный горизонт это другая ситуация будут классическое разделение антропологические и первое это историческая невозможность да тогда мы остаемся в сфере культурного изобретения мы точно также работаем с невозможным потому что его еще нет ну как бы из матовская позиция и невозможно преодоление там про пациентризма ну такой разик они но тут радикально мистическое невозможно вот он то потом будет от иметь виду не но если мы хотим сфокусироваться вот на конкретно на этом предмете то просто тут еще пока даже без того как достигается этот это не это правда да это уверенность просто ну мы должны говорить вот такая правда она предполагается в нашей культуре и независимо от того она материалистическая в культуре и постмодерна правда художник предполагается а вот только что об этом детально сказал я говорю о том что тут конечно предполагается и собственно говоря вот пример был алый дан сейчас только что культурное конструирование культурное конструирование на также восприятие невозможно вообще сейчас говорим о внутренней уверенности да так можно ну вот на что нужно опираться на внешнюю или на внутреннюю вот на человек доходит до чего-то да не знаю понятно что он из истоки своей мысли допустим он обрезаете не знает что он нашли на чем-то основывался и он сам как бы не он сам уже обусловлен чем-то да но он воспринимать эту мысль как собственную видит ее как различающуюся и он основывается на собственной мысли или же он нам на как бы на внешнюю поддержку какую-то вот у тебя хорошо получается мы тебя сюда включим здесь выставим на что тут как мы воспринимаем художника как человек который вот влечен в такие связи да и на них собственно основывает свою правоту и и правду да или он сам условно города чего-то дошел я так воспринимаю что востребовано так или иначе исследование которое должно восприниматься как радикальное различие сейчас не ну если мы говорим о правде то я считаю что конечно такой такая правда и есть цель есть цель как бы дождь и действующих это мир надо удерживать вот эту дихотомию да вот 2 правд или удерживать или вообще сменить проблема ваша правда как идея звучит это правильно снимать да я согласен но надо думать что я-то нахожусь на стороне эманентного и как бы я с этой стороны возможно и так поэтому здесь для меня это идея идея является правда они не трансцендентно конечно мы хотим разобраться вы за что говоря или вот конъюнктурщик лакировщик или можно понимать и как трансцендентно доступ к трансцендентному а можно понимать и как нет почему экономический вот это хорошо что вот есть разные позиции в этой ситуации так говорят в этом контенте был упомянутся и тему расширить и на другом такая услышала но я здесь вообще что хочу сделать я хочу не не ставить под сомнение ни одну не другую позицию я хочу их удерживать просто а почему потому что если мы говорим что есть две позиции но они сходятся в том о чем они говорят то значит мы говорим в каком-то смысле в одном и том же но просто интерпретируем это по-разному для того чтобы сделать понимание нужно удержать две позиции если мы сразу разделить разделимся на два лагеря то у нас не будет превращение понимания мы сразу столкнемся и все будет уже заведомо понять и правды понятие что такое искусство там арт-менеджмент там так далее мы можем тут сидеть сутками и не продуматься дальше правильно потому что нам нужно переописывать и перепонимать а если мы уже все поняли так вот можно ли трансцендентно поместить в монет а вам нельзя монетизация то есть это трансцендентно говорить специальные культуры художники что там красоту изображают или наоборот этот образ деконструирует евхаристия а эти с трансцендентным которые связаны это какие-то пророки там вот они это ноль как-то в них всплывает я предлагаю следовать проблематизации и не торопиться потому что обсуждение не получится пока не очень получается получается хорошо если бы Анатолий немножко вывезли не-не-не-не вы из разных мест давайте действовать у нас есть один предмет мы выделяем ему время и угол рассмотрения потом мы вернемся к этому предмету по другим угол рассмотрения если мы будем из разных мест разных сторон и еще разные предметы захватывать то тогда мы просто ну поговорим но ни о чем потеряем текст этот и возможности его тоже интерпретации интерпретации ну давайте ну вот что надо по поводу правды как уверенности опять же то есть почему мы это я это выделил потому что я предполагаю что мы вот под каким-то таким валением художника ну не только художника даже предприниматель который идет там не учитывает в начале там статистические анализы да рынка там еще что то маркетинг но потом завоевывает этот рынок он тоже каким-то интуитивным пользуется или может быть собственным расчетом но он доверяет собственным расчетам он идет против а тут еще сложнее идти против науки да чем против культуры это проще наверное идти вот соответственно правду художника делится еще не только на уверенность но и на содержание ну как бы в данном случае истины в данном контексте истины и вот Тимур он проблематизирует что почему спрашивает он у правды художника такая трагическая участь почему она предательски замалчивается репрессируется вытесняется в область несуществования ответ прост потому что правда художника смертельно опасна для этого мира а ее невозможное присутствие разоблачает актуальное бытие тотальная социальность как царство абсолютной лжи и насилия против всего того что не ангажированы идеями чистого экономизма а художник соответственно как носитель этой правды является диверсантом холодным спиритуальным террористом деятельность которого куда более опасна и разрушительна для социума ну вот это либертанская хорошо либертанская а в чем как бы опасность то есть здесь идет какая-то апология индивидуализма знающего да ну собственно авторитарная ну это благородный индивидуализм то есть он истинное 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 слово которое изобретено за определенную типу животных называемых людьми если мы дойдем до конца то мы потом увидим в самом же тексте Тимура что он вообще смотрит как бы на вот у него другой пласт понимания он вполне себе постмодернистский вот мне так кажется просто он туда постмодернистский он туда но мне кажется что можно его поймать но при этом да при этом это смешивается с эзотеризмом и с трансцендентным ну в общем вот так он вперед заходя говорит о том что истинное правда художника как истина она опасна и она опасна для чего для того мира который поддерживает и олицетворяет прав дарт-менеджера да и сам арт-менеджер это фигура и он на нем пишет значит священная функция арт-менеджера заключается в обеспечении беспрепятственной работы отлаженного механизма реальности который зиждется на пантеистической идее финального тожества всего совсем идея отражающая экономический принцип равенства обмениваемых товаров эта идея постулируется арт-менеджером как безусловная истина не подлежащая обсуждению тем паче сомнения то есть речь идет о том чтобы всячески поддерживать безальтернативность стабильность комфортность гомогенность существования актуальной реальности не допускать возможных разрывов и опасных креативных актов радикального прорыва ставящих под сомнение легитимность принципа абсолютного тождества и сразу как обеспечение цитата из другого места как обеспечивается такой порядок очень просто посредством рыночной операции приравнивания сведения подчинения как сказал бы адорно не тождественного а тождественного духовного недуховного качества и количества тривиально говоря я имею ввиду чисто экономическую процедуру оценивания всего и вся включая продукты творческой деятельности человека в результате чего все находит свое тихое место в историческом архиве на ухоженном кладбище человеческой культуры то есть тут не только правда арт-менеджер то есть тут еще и какая-то картина мира окружающего того что он называется реальностью анатолий вы можете да пример вот этого джихадиста но довольно тактикаем обо всем то есть примера нет то есть вот он говорит описывает вот примера нет нет есть то что нужно делать но тоже в общем то есть джихадист еще впереди у нас пока нет к сожалению джихадист не появится его тоже ждала он перейдет во внутренний опыт абсолютно нет джихадист это джихад внутренний джихад внутренний джихад внутренний разумеет его нет как мы выясним его вообще не интересует изменение вот этой вот этой правды ну то есть статус-кво да как дана реальность как она задана в понятии джихадист он уходит внутреннюю мангоду получается да ну ты опять забиваешь вперед ну давайте хотя бы вот это важный момент потому что здесь мы видим уже противостояние двух двух началов и вообще когда я это пересчитывал я думаю что вот человек по хайдеггеру все излагает есть забдение бытия художника в данном случае есть вот это вот этот арт-мир в который который его втягивают никуда куда он не спадает да я переживаю конечно просто это эти вот мы говорим о том что Хайдеггер это видел мы это с вами видим я хочу чтобы мы на это еще раз посмотрели Теймур это видит ну просто это можно написать в разных терминах и по-разному понимать если исходить из я еще раз повторяю если исходить из мистицизма то получается как здесь к примеру если исходить из там языковых игр то получится по-другому это нужно будет как-то это выявить по этим же пунктам да и посмотреть что вот мы смотрим на одно и то на одно и то же но из разных теорий у нас разные разные интерпретации получаются я переживаю почему нет ну вот давайте такой вопрос обсудим по поводу правды арт-менеджеров что действительно ли они арт-менеджеры которые современным именно искусством занимаются которые западно-либеральным постмодернистским и так далее значит они действительно что ли заинтересованы в том чтобы не пропускать радикальное иное да вот они не пропускают его или что что так что так что так как развернутый комментарий дальше по поводу вернуться к стаду и я хотела бы помнить субъекта этого стада потому что в начале статьи он замечает эту ситуацию она единичная он замечает что в какой-то момент художник тушуется при присутствии арт-менеджера и Тимур определяет это как стыд вопрос чей это стоит это стоит Тимур собственно бог знает по какой причине вдруг стушевался этот художник и вдруг перестал лык обязать собственно сегодня и Гросс посвящает этому огромное количество статей как обстоят ситуации с современным искусством и теории его и говорению собственно сегодня современный художник в выходе с колледжа любого арт-образовательного учреждения призвали говорить если он не умеет составить артистик строительный если он не умеет концептуализировать свое творчество то ну в общем то он плохо пропускается на армию задача арт-менеджера ну она проста это управление логистика вот и не задача арт-менеджера что-то концептуализировать сегодня вся эта задача вложиться на художника в общем то сегодня художники прекрасно говорят здесь нужно но я хочу от автора сделать ремарку потому что он разделяет именно творческий процесс как интуитивно и концептуализированно то есть концепции этот его художник с которым он встречался который стушевался или не стушевался он охотно говорил он сразу делал ремарку изначально концептуализация как часть понятильного аппарата проекта я уже от себя добавлю она необходима и она активно как сам проект эта часть никуда не сходит но концепция тоже является продуктом творческим это же не не то что есть причины и следствия концепцию где-то взяли и получили концепцию тоже выбирается но выбор это тоже творческий акт так вот если со стороны Теймора тут нужно рефлексировать выбор этой концепции то есть то как она рождалась она уже конечно результат этого рождения она уже родилась и да и в этом собственно контексте я предлагаю говорить не о современном художнике который по какой-то причине не может говорить а о том почему Теймора появляется ну почему ну это предположение с анализом я понимаю что он говорит но Алла предположила что и тут вообще не дали согласиться что нет языка для того чтобы об этом говорить или что может быть язык есть психоанализ или феноменологии но кто из художников знает эти языки и кто из кураторов поймет этот язык допустим или зритель если кто-то и делает что если он начнет говорить он перестанет быть художником вот нет это мы проговорили это романтическое представление о том что нельзя говорить художнику иначе он иначе на его произведение будет интересно смотреть они будут просто соотноситься с известными понятиями и не будут порождать смысл с ней знакомых что мы не можем даже иметь доставок а что мы не можем говорить дейморт считает что мы увидим что мы ничего не делаем кроме того что говорит значит вы считаете что творческий процесс это трансцендентное что-то да о котором нельзя говорить просто вы только что это сказали то есть то если художники будут говорить о своем процессе то это будет уже неинтересно а скажите допустим Джокондо был сейчас Доминчин здесь и описал бы нам свой процесс внутренний Джаконда стал бы менее ценным продуктом, который не ставится. Почему не ставится? Мне кажется, к этому он и подводит к концу статьи, что художественный продукт может быть, когда уже выходишь за трансцендентом. То, что до этого, не является художественным продуктом. Это не как картина-картина, а как высшую, глубшую по восприятию, чем просто этот продукт художественный. Мне это так кажется. Я так лично понимаю. То есть до этого момента, до этой точки, до вдохновения, когда он посещает, он тоже затрагивает тему конденсированного зла. То это еще не является художественным пророчеством. Чтобы выйти за пределы, вот тут и есть жихад, путь дал, вот это трансцендентное. Тогда уже мы можем говорить, что художник как пророк является отчасти. Я сконденсированное зло это не было. А там есть. У меня не кажется. Какой-то такой. Он описывает в общих чертах, что подчеркивается в трансцендентном, почему оно опасно и почему, собственно говоря, этот опыт преображает художника, наделяет его правду и так далее, и так далее. И трансцендентное зло, то есть это, как говорится, концентрированное зло, оно связано с трансцендентным тоже или только с... Не, ну сказать там, но зло это метафора, в данном случае. Оно не зло против кого-то, оно зло, потому что оно может испугать, что оно просто радикально иное. И тут есть такой момент, который очень важно выяснить. Если зло находится и в трансцендентном тоже, то оно тогда становится просто опасностью не схватываемого, опасностью процесса, необходимостью саморефлексии. А если зло мы сразу кладем в светское общество профанное, а там одно... Нет, зло трансцендентным. Вот это зло, которое у меня шла, зло трансцендентным. Это стало конденсированное зло, которое конденсирует именно здесь, в этой реальности. Конечно. И когда здесь даже появляется вдохновение, еще как бы художественный продукт не может являться художественным, с такой точки зрения. Вот, по вашему мнению, зло тудышнее, а Оскар... Да нет, ну, это зло и трансцендентным. Ну, подожди, ну, давай, я не предполагаю, я сейчас пытаюсь близко к тексту, я вообще тут не имею в своей позиции. Чтобы вы в ноль не поместили хоть зло, хоть добро, там все исчезает. Нет, просто мы ничего... Вот смотрите, мы вот про то, что называется «Правда арт-менеджера» не проговорили. Но что нужно... Давайте о ней поговорим. Потому что вот что? Есть художник, который... Он как бы... Вот эта правда художника возникает на соотнесении или противостоянии правде арт-менеджера. То есть, правда арт-менеджера — это термин, которым описывается то, как мы видим реальность, то, как устроен арт-рынок в данном случае, его законы. Если художник, вот это было в этом начале, если он следует определенным законам, если он соотносится с контекстами искусства, сейчас к этому перейдем, если он оказывается вот в этом и моментом, если он только ему следует, то он не имеет своей правды, он человек-функция, да? Но если он этому противостоит, тогда он может принести на этот отрывник, что ты слышишь. Если он этому противостоит, то тогда этот рынок его не замечает, скажем так. И, на самом деле, для Теймора это является проблемой, наверное, вот если тут со стороны того, что проблематизирует Теймора, для него, наверное, это является проблемой, что рынок не замечает радикальные норы, которые он понимает как трансцендентная. Это вполне такой вопрос, что в культуре, в художественной культуре все произведения искусства оцениваются, и будучи оцененными, они меняют для нас свой статус. Тогда можно было бы спросить, меняется ли аура до того, как мы увидели какое-то произведение в первый раз, или после того, как мы узнали, что его продали за 40 миллионов. В какую сторону аура изменилась? Остается это художественное произведение, и остается, правильно, то, о чем я вам чуть-чуть... Ну, это банально все, в общем, конечно. Вот давайте по поводу все-таки джихотиста вернемся. Нет, 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 мы не вернемся, мы к нему еще придем, давай сначала с этим. Нет, ну, правда, это связано с джихотистом. Он разламывает вот эту ситуацию, банально. А вы как разною-то? Да нет, ну тут вопрос, нет, просто нужно по-разному же на это смотреть. Так приобретает произведение искусства аура от того, что она оценивается, или она ее теряет? Это раз, это же вопрос, на самом деле. Аура, что такое? Только неиметелевая комиссия. Ну, дистанция возникает, на мой взгляд, с появлением ценности. А на что аура оценивает арт-менеджмент? Ну, как система, система. Мы его вернем, рационализировав. Мне тут показалось интересно, что вот арт-менеджмент все-таки не является воплощенным злом, да, арт-менеджмент. Это является некой такой каталогизацией упорядоченной, да, и тогда у нас вся проблема переносится, ну, как бы, во-первых, снижается в радикализме, потому что нам не надо вот атомную бомбу сюда, да, потому что арт-менеджмент уже не абсолютное зло. Это способ каталогизации. То есть, единственное, тот минус, то, что это не является вот этим выходом в трансцендентное иное, и здесь нет субъекта, да, творческого субъекта. Соответственно, творческий субъект начинается в другой сфере, и тогда вот это... Я все-таки не могу концентрированное зло никак разрушить. Да нет, это не то есть концентрированное зло. Нет, но есть... Нет, но есть... Нет, но есть... Нет, ну вот из всего контекста, ну, где-то должно быть, только вот непонятно, куда его... Нет, давайте о своих ощущениях поговорим. Вот смотрите, вот он напишет. Я думаю, интересно найти соответствие между ощущениями Тимура и, ну, и нашими ощущениями. То есть, тут я не совсем с ним согласен. Что же произведение искусства от помещения в контекст, оно теряет свою радикальность? Или приобретает? Смотри, в какой контекст. И вообще, возможно ли радикальность без контекста? Да, он уже актуален? Ну, то есть, значит, самому продукт искусства, он контекстуарен или культурно обусловлен. Ну, проблема, что нельзя произвести искусство из имеющегося контекста, не приложив к нему иного, да? А так в одном поиске вот существует... Почему? Почему? А что? Ну, Тимура невозможна. А, ну, это такое определение, что творческий арт должен все время запускаться. Ну, давайте еще одну цитату, чтобы просто вместе это обсуждать. Это связанные вещи, я их зря разделил. Смотрите, значит, вот этому порядку арт-менеджера, он обоснован, основывается на представлении об искусстве, на понимание искусства, как самоцели. Вот что, как он характеризует Тимур. Первый подход определяет искусство, замыкающееся на самом себе и для себя, как цель. Сестра вы уже, сестра вы уже? Нет, это я не читал. Цель в себе, самоцель. В рамках этого подхода первичным является не творчество как таковое, не трансформирующий сознание, экстремальный опыт художника, а только исторический контекст, история искусств, в который художнику приходится постоянно относить свою деятельность для сравнения и движения вперед. В кавычках вперед. Субъект такого понимания искусства – преуспевающий художник-информист, обожаемый и лелеемый системы, в которую он аккуратно вписан. При этом номинальный такой художник может прослыть даже радикалами и бунтарем, авангардным творцом эффектных подрывных инициатив угнетающих системы. Под прикрытием непрерывного изменения стилистических и интеллектуальных форм мы имеем вечное возвращение одного и того же, с больших букв, вездесущего, бессмертного и самодождевственного рынка. И, как нам давно хорошо известно, даже протестное искусство, которое отчаянно придумывает способы противостояния системе товарно-денежных отношений, на деле лишь выполняет экономический заказ этой системы. Но понятно, что сначала произведение искусства производит одно впечатление, а когда оно включается в контексте, оно начинает произвести другое впечатление. Но я не вижу в этом никакой проблемы, например. Это навязывание определенной категории людей, которые не способны в меру выйти самостоятельно, своего видения. У вас в этом нет конфликта. Инстанция зла, она не значит расположена. Рынок – это не зло? Нет, зло – это в трансцендентном. Ну, я где-то не знаю. А, в трансцендентном. Ты хотела знать? У меня есть разрядку, я услышал Перштейна. Кто не знает? Я слышала его интерпретарь. Вот, вот это ответственность художественного. Это та самая тоже правда отводится. То, что он… Рынок, в вашей границе, в мере, для университета и двери. Давайте уточник установим. Вот как бы тут давно рука была подходней. Да. Нет, у меня не было. Вот. Павел Перштейнов вернулся с пиеналии и давал интерпретарь. И он ругал всю эту систему. Пиеналии признали. Он говорит, мне сегодня совершенно мне понятно, что это… все современное искусство можно поставить за на крайство капитализм. Что все это делается только ради денег. Что это коммерция. И, в общем-то, ни о каком-то трансцендентном речь не идет. Я его спрашиваю. Павел, но ваши же работы были представлены в пиенале? Он говорит, ну, конечно, мне же нужны деньги. Что это доказывает? Ну, это доказывает, что… Не, ну, а трансцендентно вообще речь не идет, но… Здесь разница, когда художник сам идет в эту систему или система сама пробивается в художество. Здесь тоже важный вопрос выбора и правды художника, на мой взгляд. Извините, что я так скажу. Нет, но критикой капитализмом нам не интересно заниматься. Нам интересно вот… Ловить вот эту дилемму, которую ты, муж, сделал… Нет, нам интересно вот конкретно на этом участке. Нам интересно, ну, не знаю, там, сопоставить это описание с, наверное, нашим ощущением изменений, восприятия собственного произведения искусства. Его разную степень. Сначала оно воспринимает… Мне кажется, оно проходит… Даже вот как товар в маркетинге, оно проходит несколько стадий. Но причем эти стадии не связаны с его товарностью. Это особенность восприятия. Сначала мы вообще можем не заметить произведение искусства. Или же, если оно в нужном контексте стоит, оно может нас разозлить, оно может нас аффектировать. Но мы его даже… Даже, мне кажется, насмотренный зритель может все равно… Если художник хорошо радикализирован, он все равно сделает так, что насмотренный зритель скажет, нет, ну вот это уже не искусство. Мне кажется, что вот эту многоступенчатую деятельность бытования произведения искусства в языках рассматривать как одинок нельзя. Это действительно очень сложная вещь. Это, собственно, и есть вот эта сложная варевая культура. Упроизведение обретает язык, оно ломает интерпретации, приходится что-то переизобретать, а в конечном счете он меняется и форма реальности. И как бы вот это все ставить в критику за одно как борьбу капитализма… Здесь капитализм не надо. Здесь нет, он вообще… Вот Илужка сказала, допустим, была прошлая работа, мы говорим, что 40 миллионов долларов. Вот что с вами происходит? Со мной ничего. Она наливается кровью. Вот так. Нет, просто вот это все, что мы гасим одним движением, как критику капитализма, мы выбрасываем вообще весь художественный процесс. А куда вы денете эту критику-то? Как из нее избежать-то? Да просто сделай… Расплести ее… Ну смотрите, что для нас важно. Если мы сидели бы в Академии художественной, мы могли бы обсуждать картину. Без привязки к арт-менеджеру. Либо мы про нее говорим, либо мы говорим об искусстве вообще. А если мы делаем эту связку, то без критики капитализма или социализма не обойтись. Нет, ну только торопиться не надо, потому что иначе будет полный облом смышления. Почему? Вам это все понятно? Нет, мне кажется, что… Давайте посмотрим, на что смотрит Тимур, и что мы можем больше увидеть. Мы видели, что произведение искусства меняет для нас свою значимость. Мы по-разному его начинаем воспринимать. И оно сможет сначала фиктировать, а потом оно становится обыденностью, оно за собой становится ценным. И так дальше. То есть оно меняет в другом смысле цену. На самом деле тематика. Ага, что-то ты не хочешь, чтобы происходил облом, а облом как бы уже произошел. Если, представим, доминируем, и именно эта площадка, где все происходит, вот средний искусств на эти площадки, имеет место, то там есть понятие общего характера, например, ребренинг. То есть тогда в рамках федесистического производства необходимо запустить что-то якобы новое, симулятор нового, чтобы потребление продолжалось. В каком смысле в рамках ребренинга идет разговор об изменении ценностей и классических произведений искусств? Вот сейчас вы говорите, что есть разные процессы. Это разные процессы, но не все же ребренинг. У нас разные есть эмоции. В конечном счете возвращение, вот он говорит, возвращение того же самого, но возвращение того же самого, я считаю, зачастую бывает таким же радикальным актом, потому что вернувшись к чему-то, Тимур в каком смысле радикален, потому что он обращается к пониманию через трансцендентное. Это нон-конформизм в рамках этой системы. Он радикален. И смотрите, если мы сейчас обратимся на наше восприятие Тимура, то мы его сейчас воспринимаем как странность какую-то, не суразец, с точки зрения... Как феномен культурной бедности воспринимается. Ну, вот или так. В любом случае, он сначала негативически воспринимается, а потом, если он включится в институциональные процессы, то его... А почему же здесь он не включен? Нет, я знаю, что он включен. Если его теории будут включены в институциональные процессы, он поменяет для нас свой статус. То есть, ну просто, когда он критикует вот эту систему и понимание искусства как контекст, то он берет только какое-то одно впечатление от этого искусства, как искусство, которое уже потеряло определенную часть своего возможности эффектировать нас. Но это не значит, что оно до этого нас не аффектировало. И это значит, что он упускает просто временное существование и произведение искусства. Они... Все, он может купить эту картину, только он и может понять трансцендентно, как бы, оттенеть я. Это не соответствует позиции автора. То, что он уже сотворил, у него уже отчуждено. Абсолютно. Поэтому, если... А увы, как бы его позиция, я понимаю вас, Оскар, что для вас результат, как, допустим, картина художественного произведения остается ценным, значимым, да? То есть, вне зависимости. Ценность всегда присутствует. Ну, с точки зрения. Нет, я этого не говорил. Она меняется. Нет. Я, если интересно, в конце... Просто, если мы будем различать разные интерпретации, то я предложу тоже какую-то общую интерпретацию, хотя... Почему может быть ценным? Почему не может быть? Если я узнаю много художников, которые вот ставят ту предыдущую картину и делают новую, то есть, без той картины они не могут сделать новую. Я могу привести кучу примеров. И это не по-другому. Нет, но я о том, что... Ну, это не о том, что может и не может. Почему не ценным? А являясь ли это как художник, как художник подлинностью, да? Вот это художественное творение. Я считаю, что нет. Потому что, если есть результат и процесс прерван, то, как бы, художник уже не может состояться. Он трансцендентный априори выйти не может. И опять же, в статье как бы, да, ссылаюсь, да, как бы, к смыслу. Почему он не может выйти трансцендентным еще раз? Сумба умная. Если он остается в этой значимой позиции, да, я вас, понимаешь, что это стоит 40 миллионов, 100 миллионов долларов, да? Круто, там самый богатый художник в мире. Примеры там, да? Свержен какой-то непотрясающий творческий акт. Но если он в этом еще пребывает, зацеплен, обусловленным этим произведением, да, процессом, то, как бы, следующий круг он выйти не может априори. Потому что поток перекрывает. Нет, но с этим можно согласиться. Ну, а я считаю, что вот это вообще не проблема. Там 40 миллионов, 50 миллионов. Проблема именно та, для художника. Нет, для художника проблема та, наоборот, что он, когда находится в банальном, его, ну, не замечают. То есть, и вот это, на самом деле, самое, ну, как сказать, вот для художника, наверное, то есть, вот вы говорите сами, что вот не замечают, не замечают. Вот несколько раз это, ну, произнесено было слово. Да, отсутствует. Отсутствует. И не обязательно, что его заметят. Вот в чем проблема. Так в этом и есть. Так в этом и есть. Проблема, в этом кайф. В этом и есть подлинность творчества. Вот об этом и мы порвали. Надо обсудить потом. Что нужно? Да, обсудить. Ну да. Вот это как раз, нет, я имею эту проблему со стороны, не проблема художника. Нужно ли быть художником, популярным, успешным, получать 40 миллионов долларов, а стать чемпионатом художников? Художником. Я хочу сказать, что вот об этом он хочет сказать. Не, ну, если мы переносим внимание на процесс, да, то тогда надо... А что главное? Перестать заботиться о судьбе продукта. Правильно. А разве нет не так, Оскар? Так, ну, художник, такой художник тогда. Давайте, что он производит продукт для того, чтобы продавать, существовать. Не, ну... Не, ну, разумеется так. Разумеется. Так мы уходим на право вручник как А, да? Разумеется. Тимур говорит, да, кстати, к чему он приводит, как вот, да, ведет мысль свою. Ну вот я вам... Ну, Тимур не аскет. Не, я вам вот пример-то иду, вот вы сами сказали, что вы открылись, да? Да. И если вы выходите на сцену и каждый день сидят... И обни системы не боятся. Не, одна бабушка и там какой-нибудь дедушка и просто в пустой зал, и вы каждый день выходите на сцену, отдаете... Да вот моя сцена каждый день. Не, ну, понятно. Ну вот, я вам просто вам объясняю. Вот художник, он практически то же самое получается. Если он что-то делает и нет вот какого-то выхода, он тоже может... Ну вот, мы сейчас вообще-то говорят о взаимопроцессе, да? Взаимопроцессе, да? Взаимопроцессе, да? А когда смешат трансфинцидент, да, вот этот процесс намного круче, то есть я не оперирую с этим окружающим миром, а выхожу сразу на уровень туда. Тогда мне не нужно, но я потом постоянно. Понятно. Вот об этом он пишет. Подождите, дайте я скажу, зачем я создаю язык? Разговариваю с Богом. Тогда я... Разговариваю с Богом. Не, не, все самое интересное. В то же время, получается, я создаю язык, разговариваю с Богом, но я хочу этот язык... Быть собой. Не быть собой, а я хочу этот язык показать людям. Ну, то есть я что-то хочу, я все-таки как передаточное звено, или я как тогда отшейник, который сидит, допустим, так мне не надо заниматься искусством, я могу посидеть и просто помолиться. То есть я передаточное звено. Я язык... Для того, чтобы люди понимали, через этот язык какое-то слово, которое я хочу создать. Это францисс. А вы уже говорите о языке. Давайте дать результат. Смотрите, смотрите, смотрите. В ваших двух позициях мы как раз вышли на свой непосредственный опыт как-то интерпретированный и осмысленный, но они противоположны. И как раз одна позиция говорит о том, что хочет сказать Тимур. Он говорит о том, что... Он не исключает наверняка, о чем говорите вы, но он говорит о том, что правда художника, она позволяет заручиться уверенностью и идти, там, все называется, как бы сказал Тимур своим путем, да, каким-то продолжать, независимо от того, воздействует он на кого-то или не воздействует. Но с другой стороны, внутри даже вот этот он же человек, этот заручившийся истиной своей правды художник, он же человек, он, конечно, хочет и донести эту истину, но уверенность позволяет ему не реагировать на сиюминутное. Может быть, ему хватит жизни, чтобы донести, может быть, не хватит. Но он должен быть уверен в этом, чтобы продолжать делать свое дело. Вот об этом говорит Тимур. А не реактивно реагировать на то, что обратили, не обратили внимание. Я не руляю, это на что-то решено. Да, я знаю, что я тебе говорю, где можно вверх эти группы подачек. Нет, ну просто я, они, за меня важно, как эти же вещи рассматриваются. Это тоже важно. Нет. Для меня важно, как эти вещи рассматриваются через рациональный дискурс и как бы, и дискурс элитический. Я так и живу, жизнь, материалит, тоже так и рационализирую. Не, не, нет никакой проблемы. Ну вот теперь самое драматичное начинается. Про отчуждение. Произведение искусства происходит из сферы абсолютно иного. Его сущностный исток находится не в этом мире и не имея последних точек соприкосновения и соотнесения. Своей инаковости, нетождественности, оно противостоит насилию тотальной социальности, а значит представляет собой смертельную угрозу последней. В этом случае по достоинству оценить произведение искусства со стороны экспертного сообщества арт-менеджеров означает репрессировать его. Другими словами, аннулировать его инаковость, погасить его трансцендентную ауру, превратить в рядовой товар и посредством этого качественно приравнять ко всей той товарно-денежной массе, что уже пылится в архиве. Сознатся такой малодушия и стыдливость, имеется в виду в актуализации собственно трансцендентного опыта, это потеря свободы и аутентичности, пик отчуждения, жалкое прозевание в инфернальных словах принципиальной подлинности. И вот, Анатолий, о чем вы говорите, так или иначе? Налицо факт прогрессирующего культурного вырождения, антологической катастрофы, которая распознается маломальски вовременяемым художником на интуитивном уровне, как личная драма. Художник, травмированный фактом своего рабского порабощения, интуитивно осознает примат революционного вектора, долженствование над консервативным вектором бытия. То есть вот проблему он таким образом обозначает, ну и мы вот уже непосредственно в речи, мы уже обозначили эту проблему, но она обозначена именно как переживание. Вы переживаете то, что высказывание остается слепым, мертвым, оно не состоится, не является высказыванием? А у меня этого конфликта нет. А вы апеллируете к тому, что... Да, у меня выбора нет. Когда у меня возникает возможность, я это высказываю так и так ему, где он творческий аа? Допустим, готовый сын, к примеру, тоже творческий аа, почему нет? У меня нет конфликта с этим. Тогда другой вопрос возникает, нужно быть и на основе, там по-другому, понимаете, нет конфликта в этом, абсолютно. Вам не кажется, что вы сейчас вот сказали, да, это было проблематизировано как отчуждение, да? Да, я это называю. Что вот вообще вот эти работы, ну да, ну еще одна как бы возможная линия, мне кажется, вот, например, я у тебя и ура прочла в таком университете, который возвращает место художнику как Демиуму, потому что если мы вот посмотрим, как встроено искусство и художник, там Платон изгоняет, да, Аристотель возвращает, но только в качестве катарсиса. То есть там художник, там он не стоит ни в центре, ни у истины, ни у власти, он может работать только вот с катарсиса, да, с эффектами души, вот тут, пожалуйста, может где-то быть там художник, да, то есть он как бы вот, и он же говорит, да, что вот антологическая катастрофа как раз в том, что художник был вытеснен из места рождения истины, из места власти, да, художественная воля, как бы она вообще противопоставлена вот власти, и он пытается обратно вернуть его, да, если он там возникает, возникает, ну, при дворе Милевича, например, художники, вот вроде бы они возникли, они возникают как оформители власти, и вот кругом, да, получается, что они как бы стоят вне той точки, где рождается там истина, власть, вот и так далее, и он пытается его обратно вернуть вот в это место, с которого его начал изгонять в Платон. Да, 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 с которой его начал изгонять в Платон, вот я к чему, что вот антологически, как бы мы имеем большую там историю, философию, да, где искусство, оно в рамках обслуживающего, то есть это какой-то инструмент идеологии, инструмент для... Ну, это тоже вписывается, да. Власти вновь все время используют, как такой гаджет, для того, чтобы вот, ну, там, как, например, там, товарищ Сталин, да, вот главный концептолог, а остальные-то просто такие гаджеты, нет? Нет, ну, товарищ Сталин, он не тварь, он просто оценивает. Нет, он был самым великим концептологом, кто не видел, что мы больше всего вырабатываем там стали, золото и алмазов, и у нас не кто-то не любил товарища Сталина. Вот если продолжать светильную идею, то там каким образом художник возвращается опять вместо Домиорга? Там же есть еще вот эта паломистка, там, в самом начале статьи, они обсуждают это с московским сексуалистом, но примере паломистского жеста, да, паломистских техник, да, соответственно, для того, чтобы вернуть художника в позицию Домиорга, нужно каким-то образом заставить художника или включить художника в переработку телесности и внутреннего опыта, да, и вот, возможно, потом вот эта мысль теряется, да, и она возвращается в самом конце, когда мы ждем джихад, а она возвращается внутренний опыт, да, то есть, как бы, круг вот этих абсолют, абсолютистских рефлексий не прерывается, то есть, не продолжается. Я, вы пропустили вот то, что, в принципе, я и хотел, чтобы получилось, не знаю, как вас зовут. Алексей. Эйля. Вот, Алексей и Эйля как раз высказали вот свои натуральные позиции, которые соответствуют, ну, вот, если на уровне, ну, как они фактически понимают свой опыт. Одна позиция – это высказывание делается, но оно не замечается, и это унизительно. Нет востребованности. Нет востребованности. Нет, тут даже речь не идет о материальном востребовании, или там, о признании в любом, в любой форме. Нет, ну, о признании, конечно, речь идет, хотя бы, потому что реакция – это уже в определенном смысле признание, да. А другая позиция – это я делаю то, что делаю, и уверен в этом, а если на это не реагируют, ну, то есть, я не знаю, там, это их проблема. Да, но вот эта позиция, вышедшая из опыта. Значит, Тимур, как теоретик, он, и возможно, сейчас, кстати, у меня возникла мысль, что, может быть, он как раз на свою аудиторию, на традиционалистскую аудиторию художников, именно пытается через вот эти религиозные догматы показать им путь автономизации, да, и таким образом, конечно, вписать их в контекст, но… Ну, в каком-то смысле Светлана обозначила, да, антропологическую, да, вот этот аспект, в принципе, как бы, да, что-то там детализация искусства началась, там, да, где шаман, да, в губину он играет, там, и в тот момент же, как бы, да, если мы сопричастны с какими-то, там, другими трансцендентными вещами, да, потом уже появилось, там, да, мы племя, и какая-то, там, реакция на это, да, и, так, в принципе, вот эта точка отправная, да, когда я и Бог, да, самый большой-то конфликт, в принципе, изначально, на который мы выходим базовым, в принципе, как у человека, кто-то практикующий, там, да, занимается, там, не идет по этому пути, тянул, кстати говоря, практикующий, но там, изначально, не только в этой статье, а в других еще статьях. А мы мусульман, а мы мусульман. Я тоже мусульман, но я скажу, что я вожу в мечеть, я могу куда-то зайти, у меня есть проблемы, я у человека медитирующий, практикующий, я в нелегидозном контексте. Смотрите, чтобы точнее понимать вот это ощущение правды, но можно ее сравнить просто с какой-то этической правдой. Мы же прекрасно знаем, что ситуация, может быть, совершенно неподходящая, но этическое действие, да, вот мы поступаем наперекор каким-то практическим вещам, или целесообразности какой-то. Да, и будешь воспринимающий, настоящий художественный опыт. Ну, в смысле, для, как бы, не художественного опыта, это будет, это будет этическое действие, этическое действие. Это будет каждый день, на самом деле, когда ты находишься в родной системе, это тоже конфликт огромный. Ну, этическое действие, которое противоречит какому-то рациональному поведению, оно в данном случае может быть через него, через это ощущение нашего поведения, когда мы противостоим, ну, решаем какие-то задачи, исходя из того, как, не знаю, там, в детстве нас научили, или каких-то наших ценностей, да, но ситуация сама к этому не располагает. Вот это само по себе этическое действие, оно сродни правде художника. Только в первом случае этическое действие, оно относится к конъюнктуре ситуации, да, любой повседневности, да, а правда художника относится к конъюнктуре арт-рынка в широком смысле конъюнктуре. Ну, и даже не рынка, просто к контексту искусства. А вот как вообще Тимур относится к этому арт-рынку? Он вообще не исключает, что человек, который этим заведует, это лишён. Он не исключает, он говорит, что у него своя функция. Ну, это же люди там занимаются, а вот люди, которые этим занимаются, они что, совершенно лишены всякого эстетического чувства, там, совести, права? Нет, они говорят, он… То есть вот там человеческий фактор может сыграть в хорошую сторону? Нет, про человеческий фактор он не говорит, он говорит об арт-менеджере как о метафизическом… Ну, по-моему, арт-менеджере в метафизике все Калешо. Это чистое место. Ну, то, что он в своей деятельности включает художник, произведение искусства и деятельность художника, и самого художника в общую систему, тем, что он его так или иначе описывает… А как он его так или иначе… А как он его так или иначе… Определяет… И как он его туда включает? Что с ним происходит? Когда он говорит, ну, ладно, ребята, давайте этого включим. И пускай у него это будет стоить там один миллион. А так у меня… Нет, здесь интересно такое. Здесь вот как раз я бы хотя бы услышать немножко, вот, как сказать, чуть-чуть поворот в бок. Вот почему я, ну, слушаю эту внимательность. Было бы интересно узнать, что вот если от менеджера, да, понятно, он хочет все капитализировать, то что хочет художник? Вот в чем вопрос. И вот художник как раз хочет найти какой-то способ, чтобы обойти вот этот от менеджмент. Ну, а почему нет? Художнику, на самом деле, хорошему художнику, он об этом не думает. Ну, значит, хороший, опять же, если уже задобрались этим вопросом. Ну, он об этом не должен думать. А если он об этом думает, то он уже какой-то сам конъюнктурщик. Нет, ну, если он… Нет, ну, нет, вот, чисто, видите, так… Я согласна. Нет, ну, художник, он же в поиске. Как он конъюнктурщик, он же должен, от чего… Он у него с ней сходит, понимаете? Вот, ага. Вот. Вот. И когда он приобретает качество, то он же хватит. Ну, опять же… Подмекается, да, это будет. Давайте проведем Менделеева. С него снизошло, но он же для этого очень много готовился. То есть не может снизойти просто так. Что же готовился? Вот он… Выбираю, что я говорю. Как мы отгоним благодать. Он как-то не может не писать. Опять же, мой Грэп – писать. Почему он должен писать сейчас? Я просто сказала слово. Вы играет, назовите. Понимаете. Что бы с манителем не сходили благодать? Поднимите руку. Я не была выросла. У меня сразу не сходило. Я считаю, что этот вопрос очень хорошо разрабатывался в поздней советской философии по принципу «ты личность, ты должен». Нет, ну вот… «ты личность, которые сперва были такими маргинальными, значит, какие-то эти офицерские, он на них не обращал внимания. Они вот все равно гнули свою полку. А потом вдруг-два… Ну, чаще всего, правда, они уже при этом умирают. Я понял, что есть… И все это начинает сниться. Ну, вот, кстати, это так. Секрой Арменджер. Вот Арменджер, если бы он такой умный, он, значит, сидит и… Может, надо все время подкручивать этот рывок? Он что-то новенькое туда восстановит. И он так сидит-сидит и держит эту плотину. А потом… Давайте вот этого Вася… Ну, Вася… Вот этот, смотри… Ему и платить ничего не надо. Вот совершенно явный пример такой, когда, да, вот совершенно человек творит. Ничего не делал для того, чтобы встраиваться в систему. Абсолютно. Вот этот чистый пример, да, который, как сказать, на Западе… Вот этот, смотри, просто почитайте, но не хочу просто время отнимать, про него, как вообще у него начиналось, как у него эти проекты. Все возникали условно проекты, да. Человек вне системы, как бы, да, вне этого конденсированного зла возвращается к этому. Это все время про… Теренса Марика, да? Нет, нет, про Теренса Марика. Теренса Марика. А, Теренса Марика. А, ну да, 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 да. Какой-то аниме… Я, например, художника, с какой-то точки зрения, да? Ну, это вопрос, зачем он кучен? Наверное, что в камеру… Друзья, кучен. Друзья, давайте… Давайте к джихаду уже переходить. Да. А это все, все, все… Ну, сначала искусство-средства. Они взаимосвязаны. Второй подход маркирует искусство как средство – психотехнологические инструментарии для достижения иной цели, а именно для преодоления отчуждения, то есть освобождения. Субъект такого, я бы сказал, самоустраняющегося искусства может быть с полным правом назван радикалом, так как его подчас выстрадана стратегия катастрофична по отношению к системе, плохо справляющаяся с нелинейными хаотическими процессами. Работа художника в этом случае заключается не в том, чтобы изобретать новые объекты, желания, провокации, образцы потребления, угодные прожорливой рыночной системе, а в том, чтобы с помощью психотехнических усилий идентифицировать особые зоны своего внимания и мышления. Результатом чего является совершенно иной предельный опыт осознания реальности с большой буквы и своего места в ней. А это и означает преодоление отчуждения, несколько перефразирую Хайдегера, самоосвобождение свободы в самом себе. В этом случае агрессия хищного рынка бессильна перед внутренним онтологическим суверенитетом художника. Потому что последний не антажирует социологичностью и астерицизмом, как двумя основными идолами и мифами современности. И художник может воскликнуть «Мир ловил меня, но так и не поймал». Вот это искусство как средство. И сразу же мы переходим в концепцию джихада, который в данном случае понимается искусство как средство. Значит, понятие джихада составляет суть трансцендентной гензиологии, означает интенсивнейшее сверхусилие по преодолению негатива, конденсированного зла, коим является вся обозримая действительность с ее гуманитарным пакетом трехгрошовых универсальных общеловеческих ценностей. Это чистое, радикальное, немотивированное отрицание, срывающее с реальности все наносное, лишнее, то, что опосредуется вторжением человеческого фактора. Великий джихад в приложениях искусства апеллирует к автономному измерению последнего и означает творческий процесс как таковой, без привязанности к результатам, когда внимание творческой личности погружается в тайну внутреннего с большой буквы. Его гензиологический пафос направлен на сжигание негатива в самом субъекте джихада, на небезопасное перемещение фокуса внимания к точке предела в скобках смерти и интеллектуальной проработке номинальных процессов, инспирированных актом сверхрискованного вскрытия этой точки. Сжигание негатива есть устранение некого ментального буфера, расположенного между нашими внутренними органами восприятия и номинальной реальностью, которая в своем чистом виде невыносима для нашей уязвимой психофизики. Поэтому назначение этого буфера защищает нас, нашу неподготовленную психотелесность, от непосредственного лицезрения «ужасных» реальности. На нейрофизиологическом уровне это выражается в работе сенсорных фильтров, вытесняющих 99% поступающих извне информации и уродующих оставшиеся 1%. Но цена за такую психотелесную безопасность, искажение реальности или обреченность вечно жить в тотальной лжи, вечном узаконенном рабстве, ибо добровольная неосведомленность человека относительно предельных смыслов бытия делает его игрушкой безличных сил слепой судьбы и этого мира. У него много в таком духе, и мы практически дочитали. Что по поводу нейрофизиологических характеристов? Нет, я потом сказал, что я понял то, что он написал. Вот Маша скажет, что это теснение называется. Нет, это из другой области. Это феноменология в чистой воде. Нет, там нейрофизиологические механизмы вот это феноменология психоанализа. Это сопряжено, это сопряжено в данном случае. Значит, я специально взял этот квадратные скобки фрагмент для себя, читать его или не читать, но его прочту, потому что, чтобы показать, во-первых, его постоянную связь с актуальной мыслью современной, и чтобы показать, что он все время с ней полемизирует. Потому что, если бы захотели и у нас было бы на это время действительно разобрать его, проанализировать этот текст, то нам пришлось бы не только на этом начальном уровне полемизировать или находить какие-то аналогии в своем опыте, но и логически разобрать все те моменты, которые он сам интерпретирует. Но в данном случае надо признать, что этот самый темный и таинственный аспект духовной практики, упорно замалчивая виброцентричные интеллектуальные традиции после эпохи Возрождения, особенно после Канта, непознаваемости и вторящего и вторящего ему Витгенштейна, молчать о том, что невозможно говорить. Это пугливое замалчивание увело внимание западных интеллектуалов от главного, от мужественных попыток постижения в кавычках последней правды с большой буквы, и вверглые бесконечно бессмысленные, но зато безопасные лабиринты монетного и прагматичного, где не остается ничего другого, уплотнять дурную экономическую бесконечность, образно выражаясь и укураясь стеной ментальной тюрьмы. Здесь, на самом деле, важно, как он интерпретирует мысль, потому что через эту интерпретацию мы видим, что как, допустим, с точки зрения трансцендентного мышления восприниматься трансцендентально. Оно воспринимается какое-то копошение такое, как бы, ничего не стоящее. Но мы можем и по-другому посмотреть на это, да, и вот важно просто понимать, что то, что кажется очевидным с одной точки зрения, а с другой выглядит совершенно иным образом, иногда даже мы это не узнаем. И здесь, в принципе, этот текст имеет опасность просто быть неузнанным, ну, как бы, что там, человек, эзотеризм какой-то. Но как вариант другого взгляда на то же самое, он интересен. Просто нужно учитывать то место, в котором он говорит. И теперь о месте, но уже о месте в смысле Тимура, а именно о точке предела. Эта неочевидная точка предела соединяется, тайнами энергиями, но уменно, с тем, что несоизмеримо больше человека, даже взятого в своем идеальном проекте в совершенных кавычках личности. В ней сконцентрирована яростная энергетика абсолютных смыслов и значений. И опять отсылка к мысли исторической и философской. Ожидаю значения, ожидающих часа икс, мгновения Кайроса, по Негре и Харту, и не только. «Для самопроявления финального преображения отмены актуального бытия, тотальная социальность и культура в пределе абсолютно понятийно разработаны в традиции философии от Удома Гегеля». Ну, такой текст, да. Последний абзац про джихад. Но это проявление возможно только когда фокус внимания художника, в котором аккумулирована энергия его сознания переключится с этого множественного мира в сторону точки предела и художник наконец это рефлексирует, проманифестирует происходящее в этой темной точке. Только так он сможет открыть дверь потоком трансцендентных смыслов, запредельных к этому миру и опознаваемых последним как ужасающие шумы, как разрушительный хаос, от которого этот мир защищается путем постоянного самовоспроизведения, осуществления актов тожества. Если понимать это, ну, как я это понимаю, допустим, я понимаю это буквально, я от этого буквализма, собственно говоря, и отталкиваюсь. Понимая буквально, соответственно, там, органы чувств дают 1% информации. Культура обрабатывает 1% информации определенным образом. Наука нам немножко как бы картину мира меняет, да, и не немножко. Есть парадемальные сдвиги. Значит, но вот этот мир, который дан здесь как мир арт-менеджера, или мир просто менеджера, да, или мир бытовых, бытовой наш мир, который определен нашими конкретными совершенно представлениями, определенными понятиями, и он для, значит, для этой концепции, ну, он такой ничтожный, что ли, да, и, но проблема не, а? Чем это он ничтожный? Мир бытовой? А, я думаю, вот этот текст вы говорите, что как бы, да? Нет, я не про текст, я говорю о том, что в этом тексте сказано. даже извините. Значит, что, еще раз, что, если понимать, Тимура, что мы все время обречены как-то не понимать определенным образом вещи, но вещи можно понимать разными вещами, и, чтобы выйти к этому другому пониманию, он предлагает путь обращения к творческому опыту как к акту выхода в трансцендентное, вот, если буквально понимать этот текст, хотя, в принципе, этот текст можно было понимать метафорически, запросто, вот, ну, давайте его обсудим, то есть, собственно говоря, здесь вот, как я предполагал, что здесь, собственно, обсуждать-то нечего, потому что, ну, что мы можем сказать о предложении выйти к трансцендентному опыту, ну, как бы, что, я ничего не могу сказать. Какие параллельные традиции можно просмотреть? Нет, просто, вот, на мой взгляд, он слишком резко вот это предлагает. Страшно, какие-то смелые слова? Нет, не в этом смысле, я просто считаю, что, вообще, он зря, он не дает такой конфликт. На самом деле, как бы, все на своих местах, в меру, так сказать, жизнь, она все растает. Да, в жизни все не так страшно. Такая хорошая оправдалочка, знаете, когда у актеров есть такая… Да, скажем, на базу. В программе напишут, что вы там имели в виду, когда, вот, Тимур как раз описывает ситуацию, что незнание, да, не освобождает ответственность, да, даже, если будешь лить, как бы, да, если будешь избегать каждый раз. Важно, нет, важно не нагружать, так сказать, элементы, чужим, как бы, не свойственным им задачам. То есть, если мы, например, будем требовать от арт-менеджера, чтобы он что-то придумал новенькое, то мы ничего не получим. И одновременно грузить этого, значит, художника занятиями, там, какой-нибудь конъюнктурой, и тоже мы ничего не получим. То есть, все занимаются своим делом, одним словом. Так что, ну… А тогда чего шута-то? Все на месте, все на месте, Затем и ходите сюда. Все твои идеи, и все на месте. Ну, как… Так вот, зачем ходим-то? Я вам могу объяснить, зачем это тоже? Вы понимаете, что здесь есть, как бы, вот, как сказал Женя, это очень радикальный выход к джихаду, но вот, пока мы, по-моему, во внутренний опыт не свернули. Вы еще собираетесь? Нет, это уже во внутреннем сообщении. Ну, нет, можно еще, конечно. Нет, последний абзац это будет про освобождение, но, в принципе, как много написано, у него где-то три пятых, две третьих всего текста, вот именно этому посвящено, но он примерно одно и тоже говорит, там как-то вот, на множестве определений подобных друг к другу возникает, конечно, объемность больше, но можно… А у тебя как про чистый поставляемый церковый астрал? Ну, наверное, с сугестивными практиками он тоже знаком об этом. А нам что делать? Да нет, нам на самом деле, смотрите, если мы специально разобрали структуру этого текста и ее смысловые элементы, для того, чтобы сначала, проговорив о том, как он определяет какие-то вещи, хотелось бы тоже, мы нашли соответствие в своем опыте отчасти этим вещам, то есть представление об искусстве такое или такое, представление о художнике такое или такое, да, согласие с ним, не согласие, но мы буквально должны были это воспринимать на первом этапе. А он это уже каким-то образом интерпретировал, он это понял и нам дал, об этом написал, рассказал нам об этом. Это его точка зрения на одно и то же, как бы, и могут быть разные точки зрения. Теперь мы дошли до того момента, где он как бы проговаривается, хотя он с самого начала проговаривается, он не то, что там… Но здесь он активно проговаривается, и мы можем использовать этот момент как этот момент проговаривания. О том, на чем он основывается? Он основывается на мистическом опыте, Ну, по крайней мере, в тексте нет двусмысленности. Хотя сейчас я её вам покажу, может, она и есть. Значит, в мистическом опыте значит что? Значит, он просто интерпретировал определённые вещи. То есть мы посмотрели, что с точки зрения мистического опыта и разделения мира на трансцендентные монеты, всё вот это новое в искусстве, понимаемое как различие с контекстом, понимается как не новое, а просто хопошение. Хотя тоже вопрос не так, потому что всё-таки же он имеет представление о том, что такое иное, что такое прорек. Он же не просто слово прочитал, у него уже есть, как он с чем-то это соотносит, значит, он обращается в своём опыте к чему-то. И, наверное, в опыте потребления искусства, потребления в хорошем смысле слова. И он опять же основывается на феномене, у него есть представление о радикальном, о радикально ином, и он говорит, что обычно это копошение, но всё-таки что-то из этого копошения является радикальным. Но он не говорит о том, что же является. Он говорит, что к этому нужно идти в творческом акте. — То есть мы можем приводить в большой джихад трансгрессии? — Да. — Там просто же два джихада есть. — Ну да. — Есть мало джихада, а есть большой джихад. — Ну тут много, я думаю, что мы можем обойтись без этого. Смотрите, давайте то, как он говорит про освобождение, ну он опять про то же самое говорит, но уже и про освобождение. Ну, по крайней мере, я это так тематизировал. Значит, принципиальным является вопрос, зачем художник входит в силовое, в воле творческого процесса, зачем это ему нужно. С точки зрения суетливой активности, во-первых, чтобы произвести продукт, текст, причем не имеет значения в материальном или материальном смысле. Во-вторых, чтобы интегрировать его в существующую сетку обществленной культуры, гипертекст, дав повод для бесконечных интерпретаций, критических экспликаций, герметических толкований, социокультурных исследований, всего того, что выстраивает грандиозную золомскую пашню, современную культуру уточняет количественную ткань наличного бытия. Это, как мы уже выяснили, соответствует малому джихаду и отвечает правде арт-менеджера. Это он не исключает в конечном счете. И он, призывая к джихаду культурному, он призывает к обеим его составляющим. В этом случае самое большое, на что способен художник, так это стать отрешенным аталитиком информационных процессов в обществе или под велезу диагностным цивилизацией, что, по сути, одно и то же. То есть, понимаете, что тут как это можно прочитать, что даже опыт трансцендентного, который будет использован в виде текстов и будет включен, он все равно превратится для нас опытом институциональной и социальной критики, скажем так. То есть, мы имеем этот опыт, опыт выхода из системы, и критика этой системы, или описания этой системы, и мы его уже всегда имели в современном искусстве. И вот этот опыт, но который он всего лишь говорит, всего лишь диагностным цивилизациям. К трансцендентному не выходим. Ну, получается, что оно по-любому сворачивается. То есть, вот тут это то первое место, где он проговаривается, на взгляд. То есть, в принципе, он говорит о существующей системе. И вообще он обращается к художнику функции. Чтобы быть промоцельным участником художественной системы, вам нужно начать продвигать свою линию, если говорить другим языком. Он предлагает основать эту уверенность в своей линии, предлагает основать в опыте эзотерическом. Но, может быть, это всего лишь метафора, или это можно рассмотреть просто как метафору такого, наверное, последовательного концептуализирования, которое позволяет автору выделиться и гнуть свою линию, независимо от того, воспринимают его или нет, признают его или нет. Допустим, да? То есть, и будет это выглядеть вот здесь, как кризисно-сустральная критика, или там диагностика цивилизации. Но эта диагностика цивилизации все равно требует уверенности, выхода из системы отношений таких наличных. Вот, мы уже, маленькая ремарочка, по поводу, всегда сказано, очень много было слов сказано, наверное, это свою линию, чтобы художник гнул свою линию. Вот, в этом плане я немножко не согласен, потому что, ну, приблизительно, как в буддизме, если взять, что там было сказано, что постоянно надо встряхиваться в неверную сетку, ну, это так, возможно, я говорю, то, в принципе, для художника это развитие. То есть, нет, в принципе, никакой своей линии. То есть, у человека, ну, вот художник, он постоянно развивается. То есть, он с каждым произведением встряхивает свою неверную сетку и идет дальше. И вот в этом идет несостыковка. Я вот эту течь не могу понять. А потому что, это надо словно, там нет такого дерьмора. Да? Ну, конечно. Я, потому что я не могу, у меня состыковка происходит именно по своей линии. А вы не прочитайте, да, статью? Вот, я прочитаю. Вот, прочитайте, пожалуйста. Нет, своя линия, это можно же ее по-разному понимать, но это... В том-то и дело, это условность, как понимать. Ну, я понимаю. Ну, я опять же объясняю. Мы тоже в этом находимся, да, в поединенных каких-то обусловленностях, да? Трудно выйти за рамки, да? Нет, 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 нет. То, что вы пишете. Конечно. Мы, собственно говоря, об этом не говорим. Мы его же и пытаемся рассмотреть, как поединительное обусловленное. Очень важно. Потому что дело в том, что... Ты пишешь вот эти точки, да, которые приходишь в процессе, да? Допустим, я готова смело идти, да? Отказаться от системы ради сотворения, да? Сопричастия, да? Вот я как к этому двигаюсь. И вот ты идешь, идешь в этом процессе, доходишь, например, какая-то точка, вот эта темная точка, да? Которую он обозначил. Он там в тексте очень много обозначения, да? То есть там нету, там еще много можно дописать. Он, видимо, формат. Намечает. Потом, как бы, надо знать еще другие его статьи, чтобы полную картину представлениями из его философии, как вот взгляд. Так вот, вот эта точка, это еще не предел, да? Вот это то вдохновение, да? Вот эта точка, да? Которую мы получаем. Но это еще не предел того вдохновения. Нам кажется, вот я получил, и это инсайт, да? За этим инсайтом идет дальше. И вот там уже, ты как пророк выступаешь. Вот там надо, когда за это выйти край. Вот он об этом пишет. Если внимательно там прочитает, там, да? Если с другими работами, как бы, да, его посыла. Что-то я не поняла. То есть в пророчество выйти нельзя, да? Выйти можно, но как бы на это... Вот этот путь пройти до этой черной бочки пробужденной черной души, да? Когда вот где-то наваливается все, что и ниша проходила и так далее. Кто вообще занимается практиками? Еще раз это надо переродиться для того, чтобы выйти вот на этот пророческий уровень. А, то есть это цель, да? У художника. Например, Аргавинч, да? И так далее. Слушайте, я не поняла, что ему нужен пророческий уровень. Он очень подозрительно к нему относится. И это, в общем, правильно. Да? Вот как там? Ну, он не серьезно. Спасибо. Он не серьезно. Нет, мне кажется, он более осторожен. Ну, так он, во-первых, не говорит о том, что это за истина. Он предлагает найти истину профессионально каждому. А в статье не стоит за задачу. Там, как бы, он тоже посыл, чтобы человек думал, да? Какой-то читающий тогда. И он сам в процессе. Там есть другие универа. Вот, где-то там он скрывает через апопатику, ну и так далее. Через демона. Ну, намерение статьи – это привить, мне кажется, вот… Задуматься хотя бы, да? Ну, не, но задуматься – это в любой статье. Просто намерение этой статьи – это ж… направить внимание на… мне кажется, что это очень самонадеянно вписывать автора, которые пытаются работать со сложной ситуацией, пророчества. Потому что таким образом мы автора сразу опускаем в как… С одной стороны, это будет выглядеть как диагностика цивилизации. Но с точки зрения новой теологии культуры, художник входит в творческую процессуальность только для одной цели – чтобы достичь спиритуального состояния и через волевое сверхусилие вскрыть точку предела. Вызвать ожидающие… Ожидающие самованифестации номинальные энергии и здешние смыслы. Отрефиксировать их и тем самым произвести реальные изменения внутри собственной перцепции и сознания. То есть устранить онтогенетический дефект восприятия с больших букв – продукт вторичен по отношению к процессуальности. В результате такой подлинной гностологической процедуры художник превращается в субъекта символической власти, проводника мощных силовых потоков, декодирующая социокультурную картина мира, без вмешательства в ткань личного бытя, без вмешательства. Что очень важно. Ибо прямое вмешательство лишь в очередной раз провоцирует смену декораций глобального спектакля. Вот здесь он проговорит. А разве это не есть то? Разве мы в этом месте не пришли к тому, что из себя представляется современное искусство? Множество различных интерпретаций. Он не предлагает, как модернистский художник, изменить мир в одну эстетику его перекрасить. Он предлагает оставаться на уровне интерпретации. Дошел до точки предела? Постиг истину? Зафиксируй? Хорошо. Следующий, следующий. Вот так. И не дальше. Но это же есть та же самая ситуация, которая пребывает. С большим джихадом. Малый джихад это понятно. Это имплазивный какой-то процесс. А эксплазивный, как большой джихад. Я понимаю, что это выход как раз в собственном. Нет, наоборот. Большой джихад это в себя? Нет. Это имплазивный. Да, это имплазивный. Это великий джихад. А малый джихад это уже продвижение… А, да. Большая джихада в семье очень-очень, да. Ну, у меня тут сразу вопрос, а постигает ли он истину, или он держит просто эту сложность мира и возможность перезапуска. Потому что, когда я читал, то у меня не было вот этого, ну, подозрения, что к нам сейчас явится новый пророк и начнет нас… Так вот эта фраза, она как раз об этом не говорила. Ага, да. И, соответственно, вот тут у меня возникла аналогия со спекулятивными реалистами, которые предполагают просто применять модусы. Вот как бы описывая здешнюю реальность, мы ее больше не описываем как данную, мы описываем ее как вот ситуационно сложившуюся, но находящуюся в процессе. Но тогда мы должны принять… – Это не то, что сложно сложившуюся. – Сейчас. – Ну, если не понятно. Ну, то есть вот эта реальность не является как бы обоснованной, да? То есть она… – Да, где взрослыха? – Она висит на… Она является одной из возможных. – Да. – Она контингентна и обеспечивает эту контингентность… – Я собираю контингентность. – Я еще не закончила, подождите. – Не горизонт истины, который мы можем под реальностью найти, а некая избыточность возможностей, которые там либо бонтологически… – Ну, это такое проявление. – Как ты мне нашло контингентное? – Принтингентная была удача. – Нет. – Принтингентная… – Принтингентная… – Принтингентная, как возможная случившая. – Нет, она невозможная. – Неправильная. – Ну, то есть реальность… – Не имеющая причина. – Да. – Соответственно, вот эта реальность… – Она возможная. – Не имеет достаточных оснований. – Да никаких возможностей. – Ну, это значит, что мы, чтобы ее поместить вот в эту рамку, мы должны предположить, что она может быть и разной, другой. Значит, мы должны некий избыток метафизический… – Сейчас мы приходим к контуру к семейству, который столь симпатичен себе. – Ну, вот некий такой избыток, в который вот Тимур выходит через творческий ад, мы должны положить как обязательный. Да? И тогда вот нашу реальность будет обеспечивать не достаточное основание, а вот это возможность постоянного перезапуска. – Ну, в конечном счете он к этому приходит. Ну, собственно, он говорит вам, каким образом можно этого достичь. – Ну, на самом деле, непостоянный опыт. То есть, кстати, вот тот момент, его же практическая реализация того, что откровение истины, его, как бы он говорит, что нельзя, как раз, не нужно. Ибо прямое вмешательство лишний раз, лишь в очередной раз, провоцирует смену декорации глобальных показателей. То есть, именно множественность сознания картин, а не какое-то переопределение школьных учебников. – Ну, да. – Заполнил все. – Ну, смотрите, ну… – Пробедитивную реализму. – Ну, просто мы… Вот об этом идет речь. То есть, сначала нужен опыт, а потом, как это интерпретируется. Вот попробуем, давайте попробуем еще… Мы вложили, сейчас разобрали то, как интерпретирует Тимур, а нам все-таки, мне было бы интересно, чтобы мы увидели разные интерпретации одного и того же чего-то, чего-то такого. Значит, что было названо, что было названо студом, правда, художника, арт-менеджера, отчуждением, искусством самоцелью, искусством средством, джихадом и освобождением. – И революция там еще одна. – Нет, она революция. – Ну, она там существует. – Ну, смотри, просто можно пройти по этим пунктам, и теперь зафиксировав их двойственность. То есть, вот зафиксировав их двойственность, и к двойственности может возникнуть первое ощущение, которое потом интерпретируется. – Значит, вот стыд художника. Ведь можно же его рассмотреть и как то, что художник, там, алчи трансцендентного, но стыдится, потому что ему, наверное, вязали определенные правила. А можно посмотреть, потому что, ну, он сам производная некого понимания, и он просто вообще не верит никакой трансцендентной. То есть, почему он ему стыдится? Он не рассматривает творческие акты трансцендентные, тут вообще никакой речи нет. Значит, да, потом можно, ну, по крайней мере, два разных художника, да, и нужно учитывать, что он ничего не стыдится. Но то, что он что-то замалчивается, то, что о творческом акте не говорят, не принято говорить, или, по крайней мере, в определенных культурах не принято, художественных культурах не принято говорить, мы с этим сталкивались. И мы знаем, вот сегодня уже говорили, что есть корни этого там романтических представлениях у художника. Надо их искать у Канта. Вот, значит, допустим. Или же мы можем говорить о том, что, может, ему стыдно говорить, что он, не знаю, там, работает путем заимствования и отличия и модификации. Например, ну что об этом говорить? Вот, взял это, изменил то, получилось так, хотел вот это высказать вполне нормально, хороший язык взял. То есть, ну что об этом говорить? Или, да, это может, может, это же не просто, как это может быть, это просто разные позиции, разных точек зрения. С точки зрения трансцендентного, трансцендентное всех манит, но как-то вот неприлично. Наоборот, сущее прижимает хлеба, есть хочется и, да, а с другой точки зрения получается... Это тоже возможно. Возможно, да. Это зависит от того, о каком качестве ты применяешь, как бы соотносишь себя. И, опять же, приходит внутренняя правде и совесть художника, тогда в любом случае. Это внутренняя кухня, да? Ну, да. Разыгрываю эту тему, или я являюсь этим, да, в этом процессе, или я разыгрываю это. Тоже очень нынешние реалии, они таковы, что это предлагается на каждом... Не, ну это разумеет. То есть это тоже очень важно. Трансцендентное, может быть, метафорой, разумеет. Нет, здесь мы сейчас говорим именно в том смысле, как он был известен, ну, в авторах. Если бисим метафорой, тогда все ответственности на художник. То есть откуда он берет это все? Ну, собственно, проблема в том, что трансцендентного хочется, но мы не знаем, куда его положить. Страшно. Когда мы кладем его в свою имманентную субъективность, мы получаем, ну, какую-то такую слипшуюся довольно опасную, опасный такой комочек, который неизвестно, чем нам... Неизвестно, что нам произведет, потому что вот эта размерность, размерность собственного большого сердца, она всегда плохо качается, она всегда недостаточно. То есть у вас нравится, вот в самом начале, помните, в самом начале это начало. И совесть только не поможет. Давайте вот плавно будем двигаться. У нас есть две позиции, мы их должны смоделировать. Одна позиция – это позиция Тимура, да, которую мы сейчас понимаем как позиция мистика. Значит, другая позиция – это позиция рационального западноевропейского мышления современного художника, насчитанного, допустим, до какой-то степени. У меня уже слились эти позиции, по-моему, последним абзацом как-то это все вывели. Нет, ну это я вывел, я просто… У него и рационализм, и трансцендентное, и методическое, все присутствует в тексте, да? Нет, ну давайте мы сейчас все-таки… Вы так как разграничиваете, обуславливаете Тимура определенные позиции. Ну вот они так, когда человек там абсолютно в своей философии такой перетекающий, многогранный, что просто рассматривать каком-то его… Ну хорошо, со стыдом сложнее, давайте с правдой. Вот, допустим, правда со стороны мистика происходит из очевидности спиритального опыта, а правда со стороны рационального человека западноевропейского происходит… Нет, вот феномен правда, феномен в данном случае валения, да? Из чего он происходит? Вот как я себе бы это объяснял. Оно происходит из какого-то построения определенного, разумеется, это построение опирается на какие-то дискурсы, в том числе на дискурс из того, что художник должен валить, да? И что, собственно, художник – это тот, кто валит, собственно говоря, на самом дискурсе о художнике. Она на него опирается, и не нужно как бы себе в этом отказывать, ну в смысле, как бы себе обманывать в этом. Она опирается именно на это, а не на что-то там третье, что культура сама говорит, каким должен быть художник. Но при этом вполне она оставит его в сложное положение, потому что если дойти до какого-то дегенерализации этого принципа, то тогда идет противопоставление традиции, понимаем широко. Не традиции исторические, а традиции просто как системные. то, что сама же и сам же дискурс задает это валение, как эталон для художника, то есть два разных взгляда. Либо нужно дойти до трансцендентного, либо просто нужно уверить самого себя, а эта уверенность придает то, что ты должен быть уверен. Тортовоги, но тут так и лучше. Наверное, откуда у вас эта уверенность там? У меня нет. А вы же пуриньбусы не готовите. Кто это валит? Нет, ну тут два, дождите. Одно дело, что его заставляет валить? А две вещи. Летроцубское и выживание? Нет. Нет, а то есть возражение. Есть возражение? Вопрос как это осознается? Как это осознается? Любая, живая, воск, она вот. Какая альтернатива? Альтернатива? Только это садянские. Я даю себе диалоги. Нет. Нет, ну я помню, у нас было, было собрание, встреча, когда мы разделили два типа идей. Идеи, которые относятся к трансцендентному и вере в них. А есть идеи, которые также верятся, за которые люди также иногда и умирают, но они вполне себе имманентны. Да, так пример это Бог и лучший мир на Земле, революция делалась. Идея, два вида, имманентная и трансцендентная идея. Трансцендентная идея – это идея Бога, идея огромного мира, а имманентная идея – это идея весь модернизм на самом деле. У вас путаница, на самом деле, по поводу трансцендентного и монетного. Трансцендентное – это вообще вне бытия. Там даже никакой загробной жизни, вы гарантировать не можете и вообще про него ничего не знаете. Да, это предположение. А он говорит так. Он говорит, что в творческом активе до него можно добраться. Это неизвестно, чего там. Не, но он как мусульман, он основывается на религиозной мусульман. Он мусульман. Он мусульман. Он мусульман. Он мусульман. «Новый тренд» идет. И сразу же отпадают вот эти стыдливость, правда. Вот я выхожу и два слова связать не могу. Может это образ мой такой. И так далее, и так далее. Я бы хотел сказать, что в принципе в искусстве оно все может быть. Это какой-то искусство. Это конъюнктура. Нет, подождите. Это очень глупая. Бред сегодня наука завтра. Допустим, да, вот такое рассказывание. То есть я могу вот выйти и просто быть ну абсолютно глупым. Это мой образ и все. Это мой язык. Да, ничего из себя не требует. Непотребленный. Быть непотребленным. Быть непотребленным. Круглупым. А что значит? Круглупым. Нерефлексивным. Это вот что-нибудь. Ну, по-любому. Ну, могу все что угодно. Ну, уровень гудиного сознания. Это оно? Ну, не знаю. Да это еще хуже. Насколько фантазии хватит? Вот насколько фантазии хватит? Непосредственно воспринимать телевизор. Да, вот прямо вот. Могу, может быть, во время общения с людьми упустить все что угодно. Да, то есть даже вот. Но я имею в виду. А почему нет? Почему нет? Почему нет? Почему нет? Почему нет? А как это? Почему нет? Почему нет? Это просто само подают все вот эти сами вопросы. Нет, ну почему? В смысле? Это уже не роги. Давно сказано. Нет, давно сказано уже. Да. Зачем вам эта система? Кто-то вам сказал, идите за то, что вам само суть ваша говорит в ваших сердцах. Кто-то вы хотите? Нет, мне сердце, а вы пожелаете. Да не плевать, там скажут, на конференции. Там еще где-то. Нет, это мой сегодняшний путь. Я так захотел. Я вышел, пустил слюну. В чем проблема-то? Почему слюна? Она уже давно уже сказано, что слюна очень интересная вещь, там очень много всего интересного можно найти. Экскрементальная какая-то тоже сторона. Это тоже очень интересная вещь. Это даже не вызовешь никакого радикального... Ну, это просто потому, что вот сегодняшний тренд это глупое кино. Где граница? Ну, смертность бедеуродства всегда живет. Бедеуродство это как бы схватывание мудрости века, да? Нет, я в том плане, что я же все-таки вхожу... У меня нет стыда, у меня нет правды, у меня нет инцидента, у меня нет ничего. Это все есть, просто вы прикрываете, все это уже сняли. Это необыт. Там уже сейчас ими русло. А, как раз обрад. Не по-моему, необыт. Ну, о чем? Это, по-моему, шамана. Экстатическая. Нет, это, по-моему, вписывается просто в стратегию художника, включенного в арт-процесс. То есть, если следовать этой... Я включен, потому что это тренд сегодняшний. Так нет. А здесь и предложение о том, чтобы не быть включенным. Потому что тот, кто в тренде, он воспринимается уже как неподлинно. И я в то же время могу сделать так, что и я не включен. Я просто стою абсолютно так. То есть, если обо мне написали, я включен. Не написали, я не включен. Нет, включенный здесь не только предполагают уже мысль. Нет, включенный здесь предполагает следование мыслей за чужой мыслью. Таким образом. Так я же отталкиваюсь. Можно резюмировать как-то? Ну, вот же хадист, это подлинный художник. Мы зафиксировали. Он не включен в тренд. Ну, это как бы очевидно, да? Это мысль не новая. А что еще? Что мы можем сказать? Приходите-то помимо этого. Он понимает, что он уменьшует... Просто вот, если резюмировать, подытожить. Приходите на тренд. А он сам тренд создает? Нет. Это понятно. Это понятно все. Он распаряется. Он распаряется во большей части. Это мой человек, что она сказала. Ну, вот, подлинный художник, он не тренд работает. Хорошо, дальше. Проходиста больше я... А, да что в целом убежит? Нет, ну а тут, как, как, достигать... Как включить спиритальный опыт, здесь нет. Какой запрос у тебя? Нет, ну почему у тебя? А, ну это трудно где-то. Гораздо интереснее, по-моему, что... Он тоже говорит, что джихадистом надо быть. Надо себе покалечить просто. Это... Это его крайность. Подлинный выход. Ты тогда приближаешься к подлинному. Самое причем нет. Потому что, когда человек прыгает там с пятого этажа и ломает сначала ДВП, потом доски сам своим телом проламывает, его увозят на носилках... Это уже был лавинский акцент. Это называется... Ничего подлинного. Нет. В чем дурость? А Сикадский говорит, что? А я верю вот это. Вот я. То, что я выхожу в галерею, там смотрю. Сикадский сказал, что Хюбрис должен быть. Вот он очень хорошо сказал. Все. Больше ничего нет. Хюбрис, Хюбрис. А, ну это Слюнати. Да. Ну это... Это не гипотаж. Там музыка просто ипотажка. Которым ничего не ставит. Что значит стоим и стоим, а? Какая там философия? Вы с какой позиции смотрите? Стоит там и стоит? Я пока не забываю. Я просто слышу, что человек прыгает с пятого этажа. Это круто. Вот это джихад. Чего он же так примеряется? Чего он рисовал себе ногу? Чего он рисует полную женщину? И что в этом крутого? Ну слушайте, давайте последнее. Последнее резюмо. Мне кажется, что поднимаем руки, а то мое будет последнее. Мне кажется, что этот текст симптоматичен в том смысле, что он ставит те проблемы, которые из ряда текстов выходят. То есть мы не можем больше мыслить достаточным образом нашу ближайшую реальность. Соответственно, мы не знаем, как из этого выйти. Потому что все входы, в общем-то, пропробованные, все они профанированные. И вера в свою незамутненную душу, и вера в бесконечный прогресс к самопознанию духа. Но проблема остается. И проблема болтается между вот этой антропологической недостаточностью и антропологической трансформацией. Кто? Мир, Бог, избыток или я? Кто будет двигать вот эту вот форму изменения? Ну как у кого болит, то ты двигаешь. Нет, это простой вопрос. Это не вопрос метафизики, а мы приходим к метафизическому вопросу. И вот глядя на тексты, понятно, что поставить на пророка или на гения – это провалиться сразу. Но зато можно поставить на подвешенного субъекта с непонятным внутренним опытом, который сразу становится и юродивым одновременно, вот Алексей заметил. И тогда у нас получается вот такое довольно сложное дискурсивное движение, когда мы одновременно удерживаем нашу реальность как недостаточную, некую избыточность как невозможность вовне и очень странного субъекта, который все время не удовлетворен своим внутренним опытом и сваливается в эту как бы простоту, слюную, как бы юродство. И вот этот тренд, по-моему, вот этот вопрос висит в философии лет, по-моему, 15 уже. И все более и более конкретизируется. И вот поэтому вот этот текст, который Оскар так здорово не давал нам прочесть быстро, все время нас удерживает интерпретацией, чем я наслаждалась больше всего сегодня, он как бы очень интересно устанавливает, делать видимо вот это философское движение последнего десятилетия. Ну ладно, это всегда так было. Месяц напряжки, день в мастерской, гениальная работа, потом опять напряжка. Нет, вот это не является проблемой современного дискурса, это является проблемой предыдущего, с которого мы должны выбрать. Ну вот смотрите, моё намерение, мы знаем, что до него не дошли или когда-нибудь, было в том, чтобы дойти до того, что видит Тимур, что видим мы, и назвать это вещи филологическими терминами. То есть мы вполне можем, мы не будем сейчас в это углубляться, но просто наметим, мы вполне можем говорить о том, что под арт-рынком и включением в него, Тимур в этом видит, он переживает там репрезентацию, переживает того, что вещи уже существуют как уже каким-то образом изначально осознанные. Он это переживает, но осмысляет со своей колокольной. Он видит опять же в этом же поле, он видит радикальные иные произведения, которые его впечатляют. Он совершенно по-другому их переживает. Он переживает совершенно по-другому произведение, которое сначала стоило столько, потом стоит столько. Это разные переживания. Он и репрезентацию переживает по-разному, как глубокую и как очень плоскую. Что-то становится подлинным, что-то неподлинным. При этом это всё ещё постоянно изменяется. Статусы этих вещей, как статусы переживаний, постоянно находятся в каком-то брожении, перемещении, возвращении. И феномен возвращения – это тоже феномен. Но и всего лишь феномен, который производится через опыт Тимура и на личную массу вещей и появляющихся высказываний. И он всё время изменяется. И он это переживает, но, собственно говоря, давая урок своим ученикам, возможно, он это определённым образом интерпретирует. И интерпретирует это с религиозных позиций. А мы можем это интерпретировать, во-первых, сначала с рациональных позиций, а потом уже выйти на феноменологический уровень, который я сейчас обрисовал, и просто вы на этом уровне говорите, что это репрезентация, это презентация, это такого типа презентация, которая ещё как-то понимается, это вообще никак не понимается, вообще исключается. Всё это просто логические статусы произведения искусства или вещей, или даже ещё и не вещей. То есть, правда, а какой взять там религиозный аспект? Он затрагивает, но совершенно не приятно. Ну, религиозный в контексте того же наличия трансцендентного как-то такового. Я бы не назвала последнего религиозным, да? Нет, мы другую статью, кстати, его здесь никак не захватывали, она так и называется – «Искусство и вера». Да, последняя как раз. И там как раз о вере, ну, в таком вот почти секулярном виде. То есть, прыжок веры, там, вот, как апроприация, ну, не на кого, радикально другого. Давайте следующему дискуссу. Потому что вера и религия, опять же, да, это разные вещи. И опыт, и переживание, и прохождение, тоже индивидуальный, и разные. Не установившаяся вера, не установившаяся, не ставшая институтом религиозным. Вот так, наверное. Давайте всех, давайте всех уже поблагодарим, потому что наше время, собственно, уже перевалило за 6 часов. И вообще было…